Всех приветствуем, мы на канале Самозванцы, как обычно, Максим Евгений и Александр Белый сегодня с нами. Мы находимся на фестивале Бочка 4, мы третью пропустили, на второй были Самозванцы Тим, наши бокальчики, собственно, взяли с собой, да. Ландрин, бар, ресторан, как правильно я точно не знаю, Ландрин, ну здесь помещение небольшое, вот смотрите, это общий план. Да, то есть маленький такой совсем. Пока еще сессия не началась, мы зайдем чуть пораньше, на 20-30 минут и начнем снимать, потому что потом будет много народу, будет уже шумно и неудобно. Кстати, вот этот ресторанчик находится недалеко от Амберплазы, где проходит метров 200-300. Вот мы мимо едем, смотрим, здесь же это Крепкий мир проводится, вот и все, и попали, соответственно, сюда. Сань, ты как к виске относишься, нормально? Да, положительно. Какие у тебя сейчас эмоции? Ну, основу места у меня, я впечатлен, очень интересная такая тематика сделана, вот. И, да, хочу, конечно, попробовать разновидности виски. Собственно, чтобы вы понимали, вчера Саня говорил, что будет херачий с локтя. Да, собственно, мы и не сказали, да, почему бочка, называется бочка, потому что здесь представлены только выдержанные напитки. Здесь где-то порядка 15 дистиллеров и 200, наверное, да, образцов разных напитков. Там, кстати, ярославцы тоже сегодня приехали, что-то у них с машиной сломалось, хотя должны были бы здесь быть. Вот. А такси они заказывать не умеют? Не умеют, да. Ну, а оттуда им добираться на лошадях, ну, не вариант. Не вариант, да. Так что пошли, наверное, первым сейчас подойдем к организатору, Сергею Халецкому. Обучаемся быстренько, да. Собственно, Сергей Халецкий, как я и говорил. Всем привет. Расскажи, пожалуйста, про мероприятие, что-то как. Мероприятие «Бочка-4», фестиваль выдержанных дистиллятов, выдержанных, естественно, в бочке. Бочки у каждого участника наверняка разные, и тем самым и напитки разные. Фестиваль проходит подряд четвертый раз, не раз в год, а бывает, что и два раза в год. В этом году мы думаем, провести ли осенью или нет, посмотрим. Ну, всякое бывает. Участники прирастают новичками, соответственно, есть дебютанты. Скоро будут двигать их. Инсайт, что даже некоторые дебютанты даже вырываются в лидеры, и это сегодня оглашено будет, когда мы будем номинации оглашать. Да, я буду это делать. Вот. Много интересных позиций, ни много ни мало, под 200. Под 200? Да. Соответственно, это очень для маленького камерного, можно сказать, лампового фестиваля. Это очень хорошо. Несмотря на то, что всего лишь 15 участников. Все-таки 15, да? Да, и в этом плане мы как-то как растем. Может быть, в следующий раз выйдем на большие площадки. Но, на самом деле, фестиваль уникальный тем, что больше вот так узкоспециализированные напитки, а их можно назвать узкоспециализированные, да, потому что нет белых напитков, нет там ликеров, нет каких-то там ротафи и прочее. Здесь именно выдержаны бочки дистиллята. На самом деле, это уже и интересная тема, и уже многие знают, что такое виски в широком понимании, и что такое бренди и прочее. Ну, вот, крафтовики наши подтянулись и делают очень хорошие, кстати, напитки. Ну, на самом деле, здесь так, очень, конечно, интересно. На том мероприятии тоже было небольшое такое место. Здесь все-таки чисто как про хобби, да? То есть, здесь не про зарабатывание денег, там, как на фестивалях, там, больших. Популяризация просто. Популяризация хобби показать, что, во-первых, не так много дистиллеров, которые могут себе позволить парк бочек. Это все-таки дорогостоящая игрушка, там, начиная, там, от 300-400 долларов и выше, да, а это же еще спирты надо накопить. Понятное дело, что, да, здесь кто-то играется с маленькими бочками, переделанными бочками, да, кто-то покупает настоящие, там, 200-300 литров. Я не знаю, кто покупает 600-700 литров, вот, хересные, портвейновые. Вот, я к тому, что вот это хобби, по сути, любое хобби перерастает уже в промышленные, да, образцы этим, это показывает на западных компаниях, на западных-западных производителей, вот. Ну, я надеюсь, что и мы дойдем до этого. Если законодательство разрешат, я думаю, дойдем. Если пробьется, да, именно вот эта стена. А как думаете, возможно, вот, в недалеком будущем, что разрешат делать виски, продавать вот крафтовым небольшим... Или хотя бы в далеком. Я вообще оптимист по жизни, но у меня скептическое сейчас отношение к тому, что очень все вязко и, в любом случае, мы не перепрыгнем голову в лице государства, потому что, если государство повернется к нам, да, с лицом, то есть, пока она не лицом к дистиллерам стоит. Понятно, понятно. Ну, все, мы пробуем, тогда идем по столам потихонечку. Спасибо большое, спасибо. Приятного аппетита. Серега, кстати, нам помогает. Мы от выставки к выставке видимся, причем, ну, так, ну, нечаянно, да. Причем, ну, на продэкспо просто. Да, на продэкспо увидели. Провел нас, спасибо тебе, что провел нас по всем стендам. Я хочу вчера засвечиваться уже и как интервьюер. Все, Серега, спасибо. Спасибо, да, хорошего фестиваля. Подошли к Роме. Да. Расскажи, как у тебя дела, что привез, есть ли какие-то прям интересные что-нибудь такое? Всегда все интересно, всегда все новенькое. Значит, сегодняшний такой-то корпоративный стол. Я представляю вот эту центральную часть. Здесь это Mountain Flex. А ты на флексе или на Блейне? Диско флексишь. Пошутил. Вот. Это Володя Миропольский. Он заочно сегодня участвует. Я его представляю. Вот они у него, два, три релиза новые. Вам просьба... Этот релиз... С прошлого... С прошлого года. Это с прошлого года его. Это победитель прошлый. Это Бурбон. Занял... Победитель где? Бочки 3. Бочки 3. Да, это Бочка. Да, он сейчас еще раз его выставляет. Посмотрим. Еще раз возьмет. Трех годовало, а сейчас четырех годовало. Нет, он четырех и тогда было, и сейчас. Я думаю, попробовать надо. Вот. Это Евро. Да. Вот Перлов 10 лет. Что сегодня представляет? В большей степени я сегодня привез. Это такая вот сигарная тема. Это, ребята, это, ребята, в прошлом году был 10-летний юбилей нашему сигарному клубу. Они вначале заказали для себя, для клуба, вот такой вот джин, первой и второй версии. Сигар. Сигарный джин, да. Да, сигарный джин, интересная тема. Вот это хочу дать попробовать, потому что это выдержанный сигарный джин. Почему сигарный? Потому что в засыпе был... Сигарный. Сигарный, да. Да, сигарный. Логично. Ну, нормальный или окурный? Нет, 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 нет. Окурки вымоченные, банки из-под кильки. Они как раз цвет приобретают такой вот, да. Да, и вкус. Вот. А этот уже все секреты выдал. Даже за меня мой хлеб берет. Вот. А этот джин, он уже вторая версия, он доработанный. Взят за основу этот джин, выдержанный. Потом он, этот, был довыдержан в бочке, в которой был дымник, дымные виски. И потом на 72 часа облагорожено копченой грушей. То есть это не настойка. Такой, прям, да, получается? Это не настойка. Здесь груша только была. Ну, я помню, чуть-чуть, чуть-чуть. И сразу вы ее убрали. Это, знаешь, лицо у тебя будет такого цвета после этой бутылки. А вот после этой вот такого. Ну, да, ну, типа, да. Все проверим. Слушай, после джин, наверное, бочку уже все. Ничего с ней не сделать? Ну, как ничего. Опять джин туда. Ну, чисто джин. Да, только джин. Да, потому что и вот они на сам юбилей, на корпоратив, на их, на вот это все действие. Это хотели видеть виски. Сигарные виски. Смоки Тен Юарс. Это название дымных 10 лет. Виски не десятилетний. Виски трехлетний. Здесь все написано. Спирты здесь. Это купаж. Это спирты. Выдержанные в разных бочках от трех лет. Но, не путайте, это не десятилетний виски. Это клубу 10 лет. И название дымных 10 лет. То есть 10 лет они дымили. И здесь бочковая крепость. Они решили оставить, сказали. Но он такой мощный, как раз под сигар. И сегодня супруга не присутствует. Вот она в таком виде. В таком виде. Сегодня такая представленная трехчиза. Но самое интересное, хочу обратить внимание, вот эти алкопасты. Здесь конфеты тоже есть. И я думаю, может быть, начать с этого. Темная алкопаста. Это не просто алкопаста. Там еще... Конечно. Там еще... Значит, берется какао-масло. В этом какао-масле вымачивается сигарный лист. И потом это какао-масло смешивается... Здесь, по-моему, она либо с ромом, либо с виски делает. Ну, сейчас на вкус попробую. С ромом. Рецепторы не перебьет, нет? Не нормально? Да. То есть... И шоколад. Это можно кушать. То есть здесь выпил, закусил и сразу покурил. Все в одном. Будет легкая такая... Как сказать? Такая перчинка такая. Это не перчинка. Я его шипал взял. Это не перчинка. Ну, возьми побольше. Не стесняйся. Это не перчинка. Это как раз никотин. Вот это вот... Да, он будет щипать. Это как раз никотин. Он рецепторы раздражает. И... Ну, как раздражитель действует. Шоколадно. Шоколадно. Вкусно? А это с джином. Очень вкусно. Вот это с джином. Слушай, ну, это с утра надо, да? На хлеб намазать, как нутеллу. Да? За одной... И свободе. За одной пятницы. За одной похмелиться можно. Да, кстати. Покурил, похмелился, кофе запил и спокойно на работу. Давай что-нибудь на счет. Вот, да. И здесь конфеты. Это настойки. Ой, это внутри ганаш. Какого-то в алкопастах. И еще другие. Здесь это сочетание шоколада. Рафаэлки, да? Ну, есть тоже рафаэлки. То есть, это сочетание шоколада, сыра и разных вкусов. Маракуйя. Это на каком-то из мероприятий вообще был топчик. Очень вкусно. Попробуем. Так, давайте еще начнем. Давай нас проведи. Давай проведи нас как сам. Вот с четырехлетней вот этой, которая есть. Да, с четырехлетней, которая на прошлом фестивале признана самым лучшим. Чуть-чуть все. Признана самым лучшим бурбоном фестиваля. Бочка 3. Аромат приятный. Узнаваем. Узнаваем. Я дорвался наконец-то. Это сколько крепость? Четырехлетний в Бонгре. 50. А сколько ты? Я даже по аромату смотрю. Да, прям размешаешь. Покрепче, покрепче. Что, пробуем? Поры бьют. А бочка какая? 50 грамм. Бочки не знаешь, да? У Володи все бочки баррели. Большие. А, большие, да? Да. Все баррели это однобочковой. То есть это из одной бочки. То есть здесь честный бурбон. Я Володю знаю. Он берет бочки, обдирает их, заново обжигает до крокодила. И заливает туда именно зерновые темы. 50 градусов. Водички можно зайти. Сейчас будем это... Она и пакевая? Конечно пакевая. Может от крана что ты? Вот, еще он сегодня представил вот такой бурбон. Это его новый бурбон, трехлетний. Это уже купаж. А, нет, тоже сингл баррель. Однобочковой это пшеничный бурбон. Пшеничный? Да, пшеничный. Получается что, кукуруза вместо там, ну какая-то часть, да? Значит пшеничный бурбон у американцев все просто. Если в засыпи что-то больше 51 процента, все, это не бурбон, это то. То есть если здесь больше 51 процента пшеницы, это пшеничный. Пшеничный. Ага, я понял. Да, если здесь больше 51 процента кукуруза, это бурбон. То есть он немножко неправильно назвал, не white bourbon. Слушай, кстати, ни разу так. А, вот здесь вот написал, кстати. Я, кстати, ни разу, мы вот не делали именно вот пшеница и кукуруза. Вот не разу так. Всё, всё, хорошо. Сань, давай. Вот, через 4 минуты мы откроем флорбон и... Это у нас тоже 50 раз в стороне. А вот вся, да? Да, а вот у него написано. У этого ароман прям другой сыр. Вот, да. От стил. Мне кажется, здесь больше шоколад какой-то идет, нет? Сейчас сначала, я пока что-то еще не могу в ритм это зайти, пока я не понимаю. Ну, всё классическое. Это дебютка. Если это у нас победитель в прошлом фестивале, то это дебютка этого фестиваля. Вот, кстати, он даже помягче. Помягче, да, помягче. Почему-то вот... Во-первых, трехлетний, во-вторых, денис, она всегда мягкая. Ну да, да, да. Так, ну тут мы два образца попробовали, мне кажется, хватит. Да, можем вот, на что вы смотрели... Слушай, Ром, подожди, ты нам сейчас затер до интервью вот про вот эти штучки. А, это не печенюшки. Значит, у пивников вот под стакан, кстати, как называется? Вердеки. 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 А это костеры. Вердеки. Эти спирты два раза дистиллированы на медном аламбике. Примоток? Примоток, только прямоток. Медный аламбик. И третий раз дистиллированы на колонне. На колонне. И засыпь в джин-корзине была классическая London Dry Gin. Классический London Dry Gin. Плюс еще заложено в эту засыпь, заложен был сигарный табак фабрики Single Deore. Нашей российской фабрики. Да, в джин-корзину сигарный табак. Но с настоечным методом ничего нет. Настоечным не было ничего методом. Мы до начала никто этого не делал. И мы боялись думать, какой вкус вообще что получится. Мы настояли табак. Настояли табак на этом спирте. И самое интересное, он как вискарь получился. И дальше в конце 72 часа заложено копченой грушей. То есть здесь сигарчики, у них была задача. Это главное украшение фестиваля. А, да. Значит, самая была задача сигарчиков, чтобы это был джин, но не похож на джин, и он был яркий. Чтобы не глушил дым там сигар, аромат табака. На регистрации фестиваль «Кочка-4» открывается. Макс снимает это. Там уже прям толпа. Сейчас запустят. Прикольная тема, мне понравилась. А она такая. Вот сигару они сидят. Здесь 48,5 градусов. А, 47. Вкус капченой груши как бы? В течение фестиваля я вам. Хотя 47 градусов. За счет того, что сладость есть груши, чуть-чуть смягчается это все. И прям очень приятно заходит, очень хорошо. Мне понравилось. Я бы еще у тебя попробовал сливовник выдержанный. А вы его пробовали на прошлом фестивале? Это победитель прошлого фестиваля. А мы на прошлом фестивале не подходили. Сейчас попробуем. Попробуем. Итак, пробуем. Сливовицу выдержанную. Фестиваль «Бочка-4» подразумевает под собой... Расскажи про него на прошлом фестивале. В странах... Как они, горы? Карпаты? Да, Карпаты. Карпатах. Этот, он называется... Сливовицу. Правильно сказали. Выдержанный Сливовицу. У меня Сливовник. Выдержанный Сливовник. Здесь очень просто. Ты где сливу брал? Какой? Значит... Просил не разглашать, кто это. Ну, вы его прекрасно знаете. Он в ваших кругах. Пивовар. Вот. Какую фамилию начинается? На известную. На русскую? На русскую букву. Вот. Значит... Позвонил. Говорит, Ром, приезжай ко мне. У меня много сливов. Будем делать дистиллят. Приехал к нему, правда, очень много сливов. Где он взял, я не знаю. И мы так целый день их чистили от косточки. Там порядка трех тонн было. Надо сбраживать. Надо сбраживать где-то. Лучше не придумали. Перед баней у него стоит купель. В купель населили салфан. Туда и все груши. Шуруповером размельчили. Натянули вверх салфан. Заложили дрожжи. Наверх салфан натянули. Дыречки наделали. И оставили так. И вот купили. Эти груши сбраживали. Потом у него на ПВК перегнали спирсрез. Я забрал свою половину. Он оставил у себя свою. И я из него сделал вот этот дистиллят. Делал дистиллят. Это было четыре года назад. И залил бочку. В сербскую бочку. Калину. И она просто три года стояла в бочке. Все. Все. Ничего. Заливал 50 литров. Так как бочка маленькая. 50 литров. Заливал 55. И сливал. Она чуть понизилась. Редуцировал до 48 градусов. Нормально? 48. Как раз тело сохраняется. Аромат вообще такой хороший. На прошлом фестивале признан. Это какой фестиваль? В бочке. В бочке. В бочке. Да. Он признан лучшим бренде. В фруктовом бренде. Ну ты понял, да? Человек очень известный. В узких кругах. У него есть баня и купель. Так. Будем выяснять кто это. Я уже начинаю догадываться. У которого обычно всегда чего-то много. Мне кажется. Не знаю. Нет. Но это не его сады. Ему привезли. Либо он купил. Где-то там ящики стояли. Очень приятно. Покупная была. Слушай. Ну а слива она. Получается какая-то Московская область. Просто обычная слива. Скорее всего. Скорее всего. Потому что. На даче растет слива. Но она такая у него вообще невкусная. А. Темная. Только темная слива была. Да. Чернослив. Но там есть. У меня и темная. Но у меня желтая же там есть. Да. Жесткость? Желтая. А. Желтая. Да. Да. Мне тоже вот это очень понравилось. Да. Ну что. Убьем рецепты дымника. Да. Это дымник. Это. Они его назвали. Cherry and Pitted. То есть. Херес и дым. Стронг. Стронг. А стаканы тоже убьете. Можно сразу менять. Можешь даже не мыть. Он убьет. Потому что там все было. Это. Можно мне прям капелюху? Хорошо. Здесь 57 градусов. Бочковая крепость. Вот. И это вкус сигарчиков. Это вот какой они хотели видеть. То есть купаж виски. Этот виски. Это купаж. Почему-то бинты прям идут. Ага. Медицинская. Медицинская. Вот. Это вкус сигарного клуба. То есть. В начале был. Это вторая уже тоже версия. Первую версию. Я им поджиживал свои спирты. Они выбирали. То есть. Этих поменьше. Этих побольше. Когда вышел этот релиз. Они попробовали. Сказали. Ой. Надо вот это сделать. Вот это. Если первый релиз был 48 градусов. Здесь. Когда они выбрали релиз. Я говорю. Хорошо. До каких редуцируем. Ну. Понижаем. Они такие. Не до каких. Вот оставляем. Вот что есть. 57. Вот. Слушай. Такое ощущение. Что вы собираетесь. Ты говоришь. Запах клуба. Вы. Такое ощущение. Что собираетесь в кабинете у дантиста. А. Ну. Бывает. У нас. Кстати. Клуб. Резиденты клуба. Начиная. Я не знаю. Там. Специальности. Врачей. И заканчивая. Там. Есть. Топ. Менеджеры. Там. Известных. Больших. Вот. Вкус. Ну. Обычно. Такой. Дымный. Очень приятный. По. Сколько там сейчас градусов? 57. Пьется прям вот хорошо. Мы просто рыпали прям по чуть-чуть совсем. Да да да. Прям вообще огонь. Мне понравилось. Такие ароматы сейчас пошли. Дышите. Дышите на меня. Сигару. Ром. Расскажи. Какие секреты. Как ты купажи проводишь. Как это все у тебя происходит. Как ты это делаешь. То есть. Мне просто интересно. Как это все происходит. Главное начать. Главное начать. Пойти. А потом уже само собой пойдет. Начинать нужно по классике жанра. Как и пиво варенье. Взять за основу два каких-то солода. То есть два спирта. Либо пилснер. Либо ПЛЛ. Либо здесь дымник. Либо хересник. И на него уже. Спец солодами. Спец спиртами. Ну ты понял да. Я как параллель провожу. Спец спиртами. И доводишь его до того аромата. Который ты хочешь. Вот. А здесь как происходило. Я как бы на свой вкус. Ну их собрал пожелание. На свой вкус. Сделал там порядка десяти образцов. Отвез им. Они посмотрели. Три оставляем. Нормально. Но надо доработать вот этот. Вот так доработать. Этот вот так. Здесь дым убрать. И мы посмотрим что получится. Я вместо. Я вместо. На готовых спиртах уже. На выдержанных. Да. А как ты дым уберешь. Меньше дыма. Больше солодовых. Другой пропорции. Да. Другой пропорции. Вот. Беру шприц. И спритцом там. Один миллилитр. Вот так. В стаканчике. Размешиваю. С небольшими партиями. А обычными спиртами. Слушай. А вот ты говоришь. Там из бочки в одну переехала. В бочку в другую переехала. Как ты тоже. Как у тебя в голове складывается. Куда надо спирт засовывать. Ну. Во первых. Вот этот переезд бочки. У меня очень маленький. То есть это. Да. То есть это вот. Буквально один. Вот этот. Один вот этот. Экземпляр получился. А так у меня бочки закладываются. И они всегда в одной бочке. А. Бывает исключение. Это первое исключение. Второе исключение. У меня появилась бочка. Лари из под вина. Ее хорошо туда заложить. Яблоко. Кстати тоже яблоко привез. Да. Вот. Аварий. Вот. Из под Аварий. Тоже бочковая крепость из бочки. Вот. Яблоко привез. И. Вот. Например. Эта бочка. Там в начале было вино. Шато де Фамильон. Французское. Бордо. И. Ой. Бордо. Все. Все. В одну кучу смешал. Пардон. А. Значит. Она пришла сразу из под вина. Вот. Хотел заложить туда яблоко. А. Но что-то подумал очень много винных нот было. Пришлось заложить сначала туда обычный ячмень. Он себя питал все винные ноты. Он стал розовым. Я его убрал. И заложил. Ну бочку подготовил. А с ячменью? А с ячменью в обычную бочку залил бурбонную. Дальше. Клеводоз да? Ну да. Клеводоз. Аромат яблочный. Прям. Вот. Четко. Четко. Здесь вообще вопросов нету. Все прямоток да? Этот вот аламбик у меня. Слушай. Расскажи как ты прямотоком гонишь? Ну методика твоя перегона какая? Методика? Ну как. Как у всех головы, хвосты, тело. А у тебя головы как отбираются? По капельной или струйкой? Я так скажу. По капельной никогда на прямоток не отбираю. Струйкой всегда. То есть я ориентируюсь на мощность. Ориентируюсь на органолептику. Ну и газохроматограф. То есть сейчас как бы я уже знаю свое оборудование. И знаю как идет. А раньше как бы в самом начале да там. Когда только аппарат пришел. Когда его тестировал да там. Я по классике жанр там 10 процентов голов отобрал. Ну тут 300 литров да? Поменьше. Поменьше. Поменьше да. Вот. Поменьше 38. Вообще еще меньше. Вот. Отобрал. Отобрал. Как бы. Посмотрел. На газохроматограф сдал там. Блин. Тело бедное. Значит голову надо немножко подвинуть. Чтобы голов немножко взять. Ну и вот таким эмпирическим путем я вычитал. Что у меня вот голову должно на такой мощности отбираться только. Как в Шотландии там они. Когда я приехал в Шотландию. Начал спрашивать. А сколько вы голову отбираете? Они глаза квадратные. Неправильный вопрос пострали. Говорит. Ты хорошо английский знаешь? Я говорю. Ну ладно. Переводчик. Эрген Раисович. Переведи пожалуйста. Сколько по объему отбирает голову? Они такие. Мне по объему. По времени. Полчаса. Все. Да. Полчаса и меняем. Потому что у них там технология такая сложная. Если у них есть десятилляционный день. День десятилляционный. Фу блин. Уже ты говорил. Что хороший. Да. Вот. И то есть они грубо говоря там. Ну за свое вот это время. За свою смену. Отбирают. Весь продукт. И голову. И все. А у нас же какое-то мнение сложилось. Что нужно там. 10 часов там. Эти головы по капельной отбирать. Потом тело. Как бы еще там. Что-то с ним делать. И получается там. Больше там. Суток там. Или двое. У тебя идет перегонка. Мое мнение. Мое мнение. Голову отбирать по капельной. Пожалуйста отбирай. Но только это на колонне. Для спирта. Для чистого. А для дистиллятов. Для таких ароматных. Ну это. Просто обдираешь. Обдираешь продукты. И не стоит. Короче. Убираешь либо аромат. Либо чистоту. Правильно? Ну аромат. Да. Давай. Давай. А я просто это разговаривал. Я же сделал. Вообще прям вкусно. Вкусно? Хорошо. Очень вкусно. Тоже крепковатый. Да. Крепковатый. Нет. Это бочковая крепость. Просто слив с бочки. Ром спасибо тебе большое. Благодарим. Спасибо. Очень вкусно. Всегда заходите. Следующий стол. Дубровский винокур. Кто представляет Дубровский винокур? Дубровский винокур. Шатохин Евгений. Правильно. Что у тебя сегодня представлено? Ну практически все. Обычный виски. Дымный виски. Зерновой виски. Кальвадос. Ром. И два вида выдержанного джина. Вот уже у Рома был выдержанный джин. У тебя выдержанный джин. Интересно. Я бы на самом деле сейчас попробовал Ромчика. Освежил рецепт. Нет проблем. Можно, да, Рома. Да, давайте. Скажи, ты вакуумная дистилляция увлекаешься. Виски у тебя тоже вакуумные или нет? Виски тоже вакуумные? Тоже вакуумные, да. А бочки какие? Вакуумные? Бочки хорошие. Большие у тебя бочки? Большие бочки? Ну от 30-ти и больше. От 30-ти до 100. Подожди, это что такое Ром? Там вода что-то? Вода, вода, вода. Вот это Ром? Да. Ромчик, да? Саксик, может ты на конца будешь держать? А то мне неудобно как бы. Может побольше плеснуть? Давай давай чуть-чуть. Аромат прям такой фруктовый. Сразу, сразу. Ну да. А меласса вьетнамская? Которую продаешь? Нет, это сахар индийский. Индийский? Да, сахар, сырец. То есть ты из своей мелассы не делаешь? Ну я из сахара стараюсь сделать. А это а? У тебя что, купить можно? Да? Да. Это, короче, конкурент этого, да, Цыбалевка. Он у него в Венесуэльский, а у тебя индийский. У него самый лучший, как всегда. Мы не спорим. Нормально, нормально. А что, можно попробовать, да, у тебя купить? У тебя он есть в наличии? Есть, есть еще индийский, есть сейчас еще Маврики. Маврики? Это никак не кристальный, а именно как глина сделанная. А сколько стоит, если помнишь, сколько стоит? Не помнишь? Индийский стоит. Мешок 30 килограмм 9600. По 320 рублей. 320 рублей. Это же дороже, чем обычный сахар. Ну конечно. Но дешевле, чем у Сергея. Здоровье так, Серега это. Здоровье. Походу у Сереги продажи упадут. А он же все продал. Он продал, поэтому питается. Он поехал в Венесуэлу и завтра улетает. Да, да, мы увидели, он пару дней назад у нас был. Попробуем? Понравится, да? Кстати, сладость такая прям в Акусь хорошая. Прям вот сладость. Ты ничего не добавлял? Ничего, чисто бочку? Нет, там чуть-чуть бочку добавлял как раз вот этого сиропа от Сергея, как его называют? Мед. Тростниковый мед. Вместе в бочку, когда выдерживал, чуть-чуть туда этого сиропчика и размешал. Белый. Слушай, мы вот недавно были на продэкспо, да? Пробовали ром выдержанный, да? Но фильтрованный через уголь, белый. Вот. Ты так не пробовал делать? Это белый выдержанный ром. Белый выдержанный. Не пробовал. Нет. Я не пробовал. Нет. Но ароматика хорошая, да? Да. Вообще бомба. Они говорят, это выдержанный ром. А он белый, ты его просто... Но он белый. Ну вот. Мы вообще не поняли сначала, что это прикол. Ты выпил? Нет. До водички присоединяйся. Так, я тебя по этому спрашиваю. Давай-давай. Стой, стой. Здесь уже... Так, и что еще? Это вакуумный, да? Вакуумный? Да, вакуумный. Ага. Рекомендую биршнапс попробовать. Блин, биршнапс не моя тема. Это выдержанный биршнапс. А из чего? Что за пиво? Крафтовое пиво, которое... Ну, просрочек. Не крафтовое, разное там. А ну, у тебя аромат выяснили. Поставь. Давай. Я чуть не люблю биршнапс. Мне просто не нравится. А я хочу... А я хочу... Кальвадок. Да, конечно. Попробуй. Попробуй. Просто пою. Пей, пей, пей. Пей, пей, пей. Пей, пей. Но есть он такой нежный. Ну, чуть-чуть. Ну, да. И папа что-нибудь такое? Да. Это какие-то хлеба, и папы же нет. А там микс, но в основном там, в принципе, темное пиво. Там по минимуму хмелев темное. Ну, поэтому... Просто вот здесь прям... Ну, такая яркая работа. Чувствуется. Чувствуется. Так, так. Я кладу скачу. Ты что будешь? Мне, наверное, какой-нибудь вискачевый. Вакуумный интересный. Не мой на ощупь. Все-все-все. Классический торпиной. Классический. Ну, это не совсем вакуумный. Это коллаборация. То есть там часть вакуумного, а часть обычного. Тупаж, да? Ну, да. Это мы вдвоем делали с Аркадием Кирдеевым. Есть такой жин. Понравился? Винокурный. Ну, он особо... Чтоб вам получилось больше копченовости. Какой у тебя более лучший лепост? Что сегодня? 47. 47, да? В целом такой. Да, у тебя есть. С чего начнем? Можем с этого сразу. Мне большой. Не надевайте. Здесь классическая. А бочка какая-то? Это бочка хересная из Боларуси. Испанская, да. Саджусята как там? У меня по аромату вообще сказка. Так что, ребят, предлагаю выпить ваше здоровье. У меня вообще прям... Прям это... Зашло прям очень хорошо. Как водичка, если честно. 47. Да. Очень хорошо. У меня тоже прям крепость чувствуется. А хотя... 40. Мне показалось покрепнее. А у тебя что было? Ливодос. Ливодос, да? Что, яблочки есть? Ну, не сильно, но есть. Ну да. Ну, Ливодос это из Сидора Солосятовского. Да. Да, да, да. Да, из него. Он мне давал тогда. Так ничего у него было. Я не знаю. Он, конечно, там у него мало настоянный был в бочке. Но мне понравилось тогда. Вот. Честно скажу. Мы даже хотели у него взять. Потом приехали. Там все замерзло что-то у него. И что-то мы подзабили, кстати. Сейчас весна будет и он привезет. Да, расставит. Ну да. Что, будешь пробовать? Уже столько процентов. А джинчик куда? Давай, джинчик я попробую. Вот. Вот этот вот. Тот 57. А это 55? Ну, там 57 на самом деле. Ага. Но он пьется как 45. Это вот я гарантирую. Эксклюзив. Да. А почему эксклюзив? Бочкалория. Я с джинтлами вместе делал. Короче, бочкалория. Ихний дистиллят. Моя выдержка. Да. Да. Прям капелюшка. О, аромат бомба. Аромат бомба. Не знаю. Аромат бомба. Да, да. Аромат бомба. О, просто. Аромат бомба. Просто. Аромат бомба. Там низкая температура. И там ничего не варится. Внутрь. Ну, компота типа нет, да? Нет компота нет. Ну да. А вакуум. Кипение. Низкие температура идут. Корзины надо. Там же получается ты стараешься уменьшить температуру. Чтобы она у тебя была вверху пониже. А здесь у тебя и внизу тоже в кубе низкая. И все. То есть это нормально. То есть какие там проценты? 23-40? Это где-то 45. Вот так. От 40 начинает и до 50. Вот в этом промежутке просто держишь температуру и все. А скажи еще вот вакуумные напитки. Вот я помню мы пробовали на знак качества абрикос по-моему. Давно-давно такой свеженький и охеренный был. А вот он со временем вакуумные напитки они уходят. Вот если долго стоит у тебя допустим в бутылке год. Не уходит аромат? Нет. Остается. Давай пробуем. Я попробовал. Ребята, знаешь что я еще заметил? По поводу вакуумные вот эти. Потому что я так понимаю это вакуумные даже получается. Они немного мягче кстати. Не обратили внимание? Нет. Вот все напитки они мягче идут. Вакуумные вот эти сделаны. Они почему-то мягче идут. Не знаю. Мне вообще в принципе все понравилось. Джинн 57. Тут не чувствуется 57. Тут даже по градусу даже до 50. Он еще даже в стекле не отстоялся. Он только слит в бочке. Ага. То есть практически это... Слушай, ну а тут тема как? Самостоятельный напиток или две коктейли и вечеринку? Ну я думаю, что самостоятельный. То есть не можно посидеть. Ну на самом деле так. Мне вот джинн понравился кстати. Джин Тетопчик. Так, мы уже почти все перепробовали. Надо завязывать. Потому что мы на втором столе. А я уже что-то начинаю это так. Ну ладно. Косить лилом главным. Спасибо большое. Все. Благодарим. Попробуем. Стол Самоделкина. Да. Приветствую вас. Я с лицом участвую. Здравствуйте. Еще раз давай. На камеру. Так. Что есть интересного? Ну как бы оно все по-своему интересное. А я считаю, что вот самое интересное на сегодняшний день за этим столом это ржаной виски. Ржаной аромат прям чувствуется как такой хлебного вина. Следующий финиш в бочке сезонированной крепленным вином. Ага. И поэтому там довольно хороший баланс вот сладости, сухофруктов, всей этой рассольности и так далее. Очень. Ну по аромату очень приятный. Очень приятный по аромату. Очень приятный. Самое интересное для своих 48. Он пьется очень легко и даже по вкусу. Очень мягче. 48. Сейчас мы это и узнаем. Вот это вот ржаной хлебушек прям чувствуется. Вот прям на послевкусе идет прям такой ржаной хлебушек. Мне прям понравилось. Блин, такой горелый, горелый как бы хлебушек вот такой вот. Вот ржаная корочка. Да, корочка, корочка. Вот сейчас только пошел. Это секунд 10 где-то. Это после вкуса именно. Секунд 10 и вот пошло. Очень прикольно. На самом деле интересно. Сколько он у тебя стоял? Это три года основной выдержки и четыре месяца до выдержки. Я тоже считаю, я же говорю, что на мой взгляд это вот то, что за нашим столом сегодня это самое лучшее. Я еще пока любви не пробовал, но сразу прям грудаю. Все, спасибо, пошли. Спасибо, до свидания. Давай еще попробуем. Слушай, а это в какой бочке он у тебя стоял? Объем какой? Объем изначально бочка была 50 литров, через год случился залом клепки. Ну да, я его перелил в тридцатку, потому что там 20 литров потерялось. Ага. В итоге после трех лет перелил в полтинник сезонированный вином Сол де Малага. А оно содержит виноград Маскатель и Педро Хименес. А там чего? У этого взял? У Фомы нет? Нет. Эта бочка мы брали фоногорийскую и вино покупали отдельно. У Фомы мы брали напрямую. И вино покупали в Глобусе. Можешь рассказать, как ты делал вообще вот этот виски? Какая рожь там? Рожь это как бы красная схема. Рожь, приволжская мельница с волод полностью. Сделан дистиллят, две перегонки на меде и прямоток. Да, прямоток. Ну и плюс, единственное, что плюс еще там, конечно, молочно-кислое брожение и сейчас без этого вообще не... А ты закидываешь бактерии, когда у тебя уже дрожжи разошлись или с самого начала все вместе? Максим, я как-то пробовал по-разному. Сначала пришел к тому, что вроде как нужно на затухающей стадии, но потом начал больше экспериментировать и со временем понял, что в принципе роли не играет, когда вносить. Вплоть до того, что сейчас вношу лактобактерии до дрожжей. У меня есть pH-метр. До определенной кислотности довожу. Какие-то с какие? Ну, чуть ниже четырех. Чуть ниже четырех опускается кислотность, вношу дрожжи и после этого все шикарно. Дрожжи на четырех нормально еще работают, там все, проблем с ними нет. То есть мы где-то... Ну вот мы делаем сауры пиво, да? То есть где-то там 3,7-3,5 делаем и дрожжи бродят нормально. Если опуститься ниже 3,5, то уже начинаются такие критичные вещи. А вот между 3,5 и 4 вполне нормально все работает и все прекрасно получается. Отлично. Скажи мне, пожалуйста, а вот ты в квартире же занимаешься этими всеми делами. У тебя там что, отдельная комната под бочки или как у тебя это происходит? У него отдельная квартира. Нет, под бочки у нас есть гараж, который, скажем так, на минус третьем этаже расположен. И там условия погреба. То есть там зимой температура не опускается ниже плюс один, плюс два, а летом не поднимается выше 15-16 градусов тепла. Да, понятно. Давай попробуем еще что-нибудь, какой-нибудь классический искачок, вот мне лично, или фрукты. Фрукты, во-первых, есть яблоко очень интересное. Давай, вот яблоко прямо такой. Блин, давайте яблоко, а я попробую ром. Ром тоже, кстати. А, ром, подожди. А рома есть два вида. Мы у тебя на выставке пробовали ром, который белый, когда я тебе понял, что у тебя в бочке не хватает. Такой вкус бинтов немного есть, вот медицинская тема. Мы, кстати, тоже сделали, у нас приблизительно похожая тема была, именно вот такая, вот эти бинты как бы идут. Но вот с апельсинчиком, вот со фруктами было вообще великолепно. И вот у тебя такая же, ну такой же вкус? Вот есть новый ром, он где-то близок к тому, который вы пробовали белый. Да, 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 все, буду сейчас пробовать, я сейчас тоже попробую. А мне сможешь сразу этот ром? Да, конечно. С него начну. Все, хорошо. А у тебя бочки все, ну как бы в основной массе, русские, иностранные, как ты вообще выбираешь бочки? Ну, бочки я выбираю так, по наитию, и по большей части бочки в основном перерезы. То есть, как бы в квартирных условиях заливать там 200 литров и выше довольно сложно. Сейчас у меня там порядка 5 или 6 бочек соток, 100-130 литров, одна не полная. Ее начал заливать, а остальные уже полные. Ну, и основная масса бочек там еще порядка 15 плюс, это 50 литров, 30 литров, такие вот. Соответственно, все разные, все, соответственно, перерезы. И основная масса, конечно, это американский дуб, французский дуб, но также беру бочки из нашего скального дуба, где древесина с хорошей подготовкой. А скажи, как вот, ну, у кого, допустим, нет возможности купить русские, иностранные бочки, русские, вот как с ними работать по твоему опыту? Что лучше, какой десятилет туда заливать, какой крепости, как его подготовить, эту бочку, вот расскажи пару секретов. Секретов-то особо никаких нет, надо просто изначально взять бочку, которая древесина правильно готовилась. Потому что, если брать по моей практике, я изначально брал бочки от бездарной лавки. У нас такая есть, теперь у нас клумба из нее. Причем у меня ни разу ничего не было. Так вот, самое интересное, что эти бочки умудрялись угробить напиток уже на четвертой заливке. Поэтому, как бы, брать что-то за копейки и потом тратить кучу времени на то, что их, во-первых, ресурсов, то есть каждый дистиллятор – это ресурс. Ну да, да. На то, чтобы из него что-то получить, ну смысла просто нет, надо брать сразу нормальную бочку. Ну да. Ну да. Давайте попробуем. Премьем. 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 Давайте. Ароматик. Он чуть-чуть есть, такой, этот, медицинский. А, это ром, да? Да, это ром. Ну такой яркий, он прям, это, вот, типа мелассы, прям, вот, прям, как будто ты мелассу сейчас нюхаешь, если честно. Да. Да, еще раз. Да, яркий прям, вот это, медицинская тема, бинтики прям прослеживаются. Ну да, так они. Не знаю, мне вот это нравится что-то, мне нравится, честно. Ну, он в ямайском стиле, там присутствуют и фрукты, и техническая тема, и медицинская тема, и, как бы, для человека подготовленного это интересно. А, по большей части, у нас люди неподготовленные, и это не всегда интересно, они не понимают этого, да. Слушай, я недавно был в Таиланде, вот, некрон, да, тайский. Ну, он такой, что, знаешь, настолько очищенный, и даже я не, я даже не уверен, что он стоял в бочке, если честно, пьешь. Который санксон? Да, санксон, вот, это просто говно какое-то, честно скажу, вот, они гнать не умеют, я вот, я попоражался. Они гонят для туристов много, массово, и подкрашивают. Я же недавно выкладывал, ну как недавно, может месяца два-три, выкладывал в Инстаграме и в Фейсбуке, то, что мы дегустировали этот ром, и ром ни о чем, и, как бы, нет желания его пробовать. Хотя, вот, человек, который его привез, он там отдыхал месяц, он говорит, я месяц пил, ну, прикольная штука, а когда он попробовал его здесь, говорит, ну, блин, как я его там пил. Так он, да, вот мы здесь попробовали нормальный ром, да, и свои делали, и на выставку всегда пробуем, да, то есть, и ты понимаешь, что-то уже, у тебя же ожидания есть от рома, а потом пьешь, а он настолько чистый, ты вообще не понимаешь, просто какую-то жижу пьешь, как бы, и все, и, ну, херня полная. А ты сказал, выкладывал в Фейсбук и Инстаграм, ты принципиально используешь запрещенные соцсети? Да нет, не принципиально, во-первых. А во-вторых, ну, кто их запретил? Их не запретил народ, их запретило государство. Государство и народ, это не всегда одно и то же. Это был такой шуточный вопрос. Ну, на самом деле, мы патриоты, потому что даже на всех этикетках написано по-русски, ни одного слова по-английски нет. Блин, приятно очень все. Ромчик хороший. На самом деле, я почему Ромчик попробовал? Как будто я вот сейчас, как будто Миласу попробовал. Да? Вот прям как-то попробовал Миласу, да. Мне кажется, это вот тема вообще нормальная. Ром, попробуй, реально, как будто Миласу. Можно Рома еще присыпать? Да, конечно. Это, Саня, присни, пожалуйста. Сейчас Ромчику попробую. Я уже все, попробовал. Все, все, пойдем. Не в конечном. Блин, вот с фруктами, с апельсином, вот это просто будет пипец. Это вот я вообще уверен. Ты сейчас на вкус обалдешно, прям как будто Миласа чистая. Да, вот это пушка. Все прямоток, да? Да. Прямоток, да? А мы, знаешь, что, гнали на колонне, и у нас тоже вот такой вот вкус прям, ну, похожий получился именно на колонне. Ну, у нас там колонна где-то 80 градусов выдавала процентов, и вот прям тоже так все залетело, прям все хорошо. У меня есть вопрос. Скажи, пожалуйста, вот мы сейчас хотим на Кодзи поработать, да? Как ты думаешь, о виске на Кодзи вообще возможно получить что-то нормальное, или это будет говнище? Теоретически возможно, если все-таки его осахаривать не по-холодному. Не по-холодному? Не по-холодному. Если делать горячее осахаривание, то есть сначала зерно заварить или там солод, потом внести Кодзи, и все будет нормально. Дело в том, что при длительном брожении там на самом деле Кодзи это дрожжи плюс ферменты, но идет долгое осахаривание продукта и, соответственно, параллельное брожение. Набраживает много кислотности, которая потом переходит в продукт, и много неприятных тонов. Если делать по-горячему, он будет гораздо интереснее. Ну, то есть, грубо говоря, распарить, да, ввести Кодзи, и уже что-то можно получить нормально. Да. А у тебя опыт какой есть, то есть что на Кодзи делал? На Кодзи я не работаю совсем, я теоретически просто даю выкладки, как это работает и как должно получиться. Я понял. Блин, просто интересно было попробовать какую-нибудь херню на Кодзи, если честно. Я думаю, здесь, может быть, у кого-нибудь еще есть. Сейчас, может, все спросим, да. Ладно, все, спасибо большое. Пожалуйста, спасибо. Артем, Фропер Вудс? Что, подожди. Даже Фропер Вудс? Там тебе говорят, да, Вудс не надо говорить. Yes, в конце, да. Ну, мы просто такие англичане, ты тоже говоришь Фор Брювери. Фор Брювери, да. Фор Брювери, да. Нет, Фор Брюверс он все время говорит. Хочешь сказать, нуэр, не произноси. Да. Ну, мы просто такие англичане, там произносится все, что вы говорите. А я французский, месье, мадам, жениман, спаси, живут. Нет, я видел, с китаян к этому общались. Yes, yes. Yes, наверное. Так, Артем. Да. Ты сказал нам Фропер Вудс попробовать. Ну, слушайте, ну, оно вкусное на самом деле. Да. Вы, с точки зрения, как люди, которые больше по пивоварению, искушены, я думаю, будет интересно правдивое мнение услышать. Потому что люди, не знаю, обычно пробуют, ну, вкусно, все хорошо, все нормально. Давай, мы же без камеры попробуем. Пока, пока виск. Давай. Давай. Давай я тебе про сцену расскажу. Сначала у нас на стенде есть. Итак, вы на стенде Виски Дримс. И сегодня мы решили для наших гостей и коллег принести торфяной виски из бочки Аллороса 250 литров, которая сделана из клепки, в которой 30 лет находился сам Херес. Да, это специально коскнули, пересобирала 500 литровую бочку. Потом такой маленький экспериментик. Это пшенично-овсяные спирты смешанные, которые в разных бочах выдерживались. Красная схема белая? Ну, мы все по-белой делаем. У нас тут, да. У нас там... Ну, да, да, с лукой, да. Вот. Дальше это ржаной виски. Его осталось буквально... А, подожди, вы тут не разыгрывали? Нет. Это другая, да. То есть, буквально пару бутылок осталось, и люди все попили и поели. И поэтому, кто еще не пробовал, всем рекомендую. Это Димин Абрикосик. Он его четыре года выдерживал в бочке из американского дуба. Своими ручками красивыми выдавливал косточки. Поэтому вложил энергетику в этот напиток. Это Саша. Люди просили на канале, чтобы мы принесли Сашину труды, потому что кто-то не успел попробовать. Там на знаке качества не было. А где он сам вообще? Ремонтом занимается. Кстати, когда ты так говоришь, что мы принесли Сашину труды, главное, чтобы, ну, не анализы. Откуда вы принесли Сашину труды? Он бреновал бочки сорокалитровые, если это делать три года. Ну, как он любит, собственно. Это спецрецепт от Саши. Ну, и так люди попробуют. Хорошая, хорошая штука. Плохо из этого солда сделаны. И здесь у нас Игнат. Ну, вы Игната знаете. Да, знаем, знаем. Он не смог приехать, юрист. Не смог приехать, он нам дал свои релизы. Это кальвадо с виски и бренди абрикосовый. Да, на прошлом, на прошлом ручке мы снимали интервью. Молодец. И, соответственно, мы из этого солда сварили пиво, потому что оно разрешено для пивоварения в Великобритании. Под обыском IBD, института пивоварения и дистилляции. Мой друг, с которым мы занимаемся солдом, он закончил курсы грейн-рус по пивоварению. И у него никогда не реализованный потенциал. Он говорит, все, варим. Сейчас варили, получается, лагер в чешском стиле. Следующий они будут варить овсяный стол. Ну, контрактное пивоварение. В конце смоем уже рецепторы и пойдем дальше. Как лучше. Давай, мы пивом, когда... Он начинает подсушивать, и мы пивка охотим. Все, давайте, все, я согласен. Давай начнем с ржаного. Я хочу ржаной попробовать. Все, парни, давайте. Так, смыто у вас? Да, да, да. Только смотрите осторожно, он чуть-чуть, он 50%. Да тут они все 50. Вот тут и покрепь, просто напугал. Я просто помню те времена, когда человеку наливаешь что-то 50%, он такой пьет, корчится и говорит, что же вы не предупредили. Поэтому после этого я всегда всех предупреждаю на всех случаях, чтобы вам рецепторы не пожечь. Вам надо, как на пирожках в Макдональдсе писать осторожно горячая начинка. Да, 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 вот. Здесь так же, да. Кстати, аромат очень приятный. Мне прям, ну прям, реально очень прям. Слушай, ржаная тема у меня. Вот что-то вот сейчас в понимании были. Да. Мне нравится, честно. Я ради интереса заказывал из США, есть такой производитель, Balcones. Вот, они по ржи тоже загоняются. Именно виски. Виски, да. Ну, рожь-то, по сути, американский виски. Это не бурбон, а именно виски в американском стиле. Пшеничный, ржаной. И вот у них как раз-таки был релиз, который на 100% из ржи сделан. Я вот сравнивал, прям вот то, что здесь получилось, и то, что у них прям похоже. Знаешь, для 50 градусов не так прям нормально. 61. Вот послевкусие секунд через пять такой идет, прям рожь чувствуется. А это что у тебя такое было? Это ржаной солод? Ржаной солод. Полностью, да? Ну, там с ложонки где-то процентов 20 было. Ну, тоже рожь. Да, красная схема все. Красная все прям рожь? Красная, да. Прямо дробильно все сбродилось. Слушай, обычно рожь мутнеет очень часто. Мутнеет. У тебя ничего не замутнело? Если спуститься до 40, ну ничего, нормально будет? Мы не разбавляли, мы до 50 ее. Ну, потому что мы разбавляли и ниже, до 45 она не мутнела. Но на 45... Ёло моё! На 45% интенсивный вкус теряется. Да? И мы решили, что да, 51 прямо вот, самое идеальное. Нормально. Что? Задутли. А, задутли? Да. Мы уже не враняем. Только начали, уже все. Давай еще что-нибудь попробуем. Так, у вас снял вот. Так, ну, абрикосы ходите. Давай абрикосы. Я бы еще с Саней Мачало попробовал. Я тоже попробую с Саней. Да. Так, давайте с Волдовой. А то сейчас скажут, я что-то о Сане нелестно отзываюсь, что я против Сани Мачало ничего не имею. Да нет. Я считаю, что он делает хорошие напитки. Все? Ага. Вообще, изначально у Сани Мачало было прозвище Кодзи Мэн. Да? Да. Он все херачил на Кодзи. Да? Да, да. С фишкой около. Да, да. Он сейчас такую стройку забубенит, он такую нарколабораторию себе отстроил. Да, да, да. Алкал. Алкалка. Нереальную. Подожди, ты там Саня налил? Да. Это Саша, но 3 года в 40 литровую бочке держал в подвале, где было жаркое. Объема бочке. Это ячмей, да, чисто? Да, ячмей. Это Крисп. А Крисп? 57, если что. 57. Я подзадубился он чуть-чуть. Подзадубился, на мой взгляд. Я подзадубился? Ну, конечно, 3 года. У него половина объема испарилась. У него половина объема испарилась. У него половина объема испарилась. Мы тоже на него лежали. Ну, у него так жарко было в помещении. У него половина объема испарилась, но, на мой взгляд, надо было пораньше снимать. у Вас бочка же не 40 литров была? 40, 40. Причём мы же набор её почти всю разлили и отправили людям. И многие подписчики наши оставляли положить на отзыв, что хороший получился у нас. Помните, мы дегустировали, он действительно хороший был. Обычно, когда есть какие-то косяки, я говорю, что это не особо. Во вкусе он нормальный, но аромат не уходишь, что-то есть как будто подзадуманное. А во вкусе он неплохой. Приятно, приятно, нормально. А после вкуса он идет, как ты говоришь. Не, огонь, не понравился. Так, ну что, априкосик? Давай, априкосик. Рекомендую, очень вкусный. Мне тоже нравится. Прикосы. Прикосы. Блин, нос чешный, как бы не херачить. Мы не можем не херачиться. А, мне вот сюда, да. И раз, по чуть-чуть, да? Чуть-чуть совсем. Только водичка тут из-под крана, вы имейте ввиду. Да ладно, нормально. Там по ГОСТам она из-под крана идет, там все хорошо. Как бы не с бачка. Если нет воды в бачке, пошуруй рукой в толчке. А априкосы прям крутые. Чем нравится? Чистая ароматика прямо абрикосовая. Абрикос с косточкой. Под вареньем. Абрикосовая с косточкой. Слушай, вот абрикос, знаешь что? Он в вакуумными делами занимается. Там, конечно, яркий, свежий абрикос. Яркий, свежий прям абрикос. Я вот не знаю, если такие вакуумные напитки в бочки заливать. Они вообще, что со временем с ними будет? Я не знаю, но мне вакуум не нравится. Чересчур перенасыщен по вкусу. Здесь все, мне кажется, должно быть в меру. То есть, когда прям такой же едкий абрикос, мне лично тяжело это вот пить такое. Давай с тобой чокнемся. Ты же себе налил. А я уже чокнул. Абрикос прям во вкусе огонь. Во вкусе больше абрикос, чем в аромате. А что за абрикос, армянский какой-нибудь? Вы скорее всего армянский, наверное, да? Нет. Жердели, наверное. Просто армянский не такой ароматный. Обычно жердели. Южные друзья. Это Узбекистан, Таджикистан. И кто там привозит? Это все... Блин, огонь, 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 огонь. Это прямоток, да? Примоток? Оламбик. Большой? Дима 120. С прямым нагревом. У нас все все одинаково. Вот абрикос вообще был большой. Вообще, мне прям очень понравился. Слушай, у нас белый, по-моему. Потерялся? Больше. Как бы не получилось, как в Питере, что он развернулся и убежал. Давайте все, у нас все на месте. Нет, в Питере, знаешь, получилось. Он, мы смотрим, уже на сцене призывы дает. Уже в конкурсах участвует. Ну, что? Мне кажется... Давай по пиву пройдемся? Давай пиво, да. Да. Просто мы вот эти, по-моему, напитки на прошлой бочке, да, пробовали? Игната? Да, Игната. А я не знаю, ну давай вот абрикос... Нет, подожди. Кальвадос, виски. Нет, подожди, стой, дай Игнату. А вы с абрикосом, мы с абрикосом попробуем. Подожди. Давай, давай абрикос. Знаешь как? Пускай он сравнит, а я кальвадос. Вот это мы тогда пробовали, эту жвачку, по-моему. Да, да, да. Это абрикос. Да, 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 это было совсем недавно. А мне кальвадосик, пожалуйста. Аромат такой же, как вот у Вашего. Я еще не попробовал, честно говоря, абрикос, да. Яблочка, чувствуется. Если не ошибаюсь, он говорил, что у него на Сидоре какой-то друг работает. У него... Не, 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 не Солосятов. Не Солосятов. Я уж просто смеюсь, что у всех друг Солосятов и его Сидор. Я тебе расскажу. Не знаю, что там он говорил, но он ко мне приезжал, Солосятов ему передавал спирты. Передавал, да. Передавал. У него есть друг, который делает Сидор, он у него берет сброшенный сок. Игнат. Я знаю, что он привозил. Это друг Солосятов, я тебе так могу сказать. И Солосятов сбраживает Сидор. Понятно. Ну, спирты. Значит, я чего-то не знаю. Просто там так получилось, что, я не знаю, можно это рассказывать? То, что Солосятов говорит, там приедет мой знакомый, я вам спирты там привезу, да, спирты надо было передать. Передайте моему знакомому. И приезжает Игнат. Игнат приезжает. Да, да. Нотки Солосятов чувствуются. Что, пробуем? Да. Слушай, абрикос у вас побогаче, значительно побогаче. Здесь такая фруктовая тема, но такого явного абрикоса во вкусе я не чувствую. Ты тоже выпил? Я не выпил, но просто по ароматике, он еще холодный, в машине был. Но когда ты уже пьешь, он лучше раскрывается. Он когда нагреется, здесь до комнатной температуры, он в аромате будет такой довольно насыщенный. Здесь все приятненько, но честно, закрытыми глазами я не определю, что это абрикос. Там вот у вас прям явный абрикос. В аромате, может быть, не определю, а вот во вкусе 100% сразу скажешь, что абрикос. У вас, конечно, покруче будет. Я начинаю за белого переживать. Он кинул прям с налитым напитком снифтер, и его нету. Его не украли? Сань, ты где был? Ты где был? Сестра позвонила ко мне. Все нормально, да? Сань, я испугался, что пока мы тут были заняты, я так вот, оп, и утащил. Потому что марш, у тебя нету, но есть стакан налитый с алкоголем. И тобой не выпитый. Я понял сейчас. Давай сполочнем. Чешский лагерь. Причем, ребята его сварили в рамках какого-то эксперимента. Ну, посмотрите там, что получится. И его весь разобрали. Ну, просто люди писали, типа, можно мне ящик? Ну, я себе три ящика, естественно, взял. Друзья, подарил друзей. У вас турки, ой, нифига, пиво. Типа, домашние, давай, давай. Короче, такая интересная тема. Домашние или на пивоварке? Нет, на пивоварке мы контракт наварились. Ну, для людей домашние эти, потому что своими руками делаешь. Ну, из вашего сода. Да, единственное, по карбону чуть маловато. Потому что был тонник, а они залили 500 литров всего лишь. Шпун закрутили, и оно не закарбонилось нормально. Слушай, ребята, может не профессионалы, там можно просто углекислоты из баллона поддать. И закарбонить как хочешь. Вот они хотели, чтобы это естественная карбонизация. Ну, я тебе могу сказать, ты естественная от такого баллона и отличная. Ну, верно, верно. Такой аромат солдовый. Мне кажется, сладостью пахнет. Есть, есть, есть. И самое интересное, что они замололись мелковато, и они должны были на плотность, каком 12-ти выйти, а вышли на 14, мылись, 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 и, короче, не смогли домыться. И она плотнее вышла. Знаешь, я твои ролики смотрел, а у тебя что-то видео какое-то красновато идет. А это до фильтрации было. А, до фильтрации. До фильтрации мы сливались в СКТ, это уже после фильтрации. Это чисто солов твой вот. Да, да, да. Ну, они еще в Милану чуть добавили. А, Милану? Милану чуть-чуть. Ну, прям сладовый, сладовый. Ну, и горечь такая прям, да. Ну, по чешскую тему, да. Они и чай, они и варили его. Чешский логер. Ну, да, нормальный пиво. Гарбона побольше, естественно. Ну, а он не претендует там на Оскар, это пиво. Ну, я считаю, нормально получилось. Нас тоже не претендует, мы делаем, у нас это хорошее. А плотность какая конечная? По-моему, там, я не помню, но, по-моему, там что-то 2% не добродело. Ну, даже 4-5, наверное. Начальная 14 была, а конечная 2. А, нормально, нормально. Пивными дрожжами, мне кажется, было. 6 алкоголя, да, сейчас? Да, 5-6. 5. 5. 5, 2. Пивные дрожжи в ноль не сбраживают. Я знаю, да. Мы общались, да. 2-2 это нормально. Нормально. На самом деле, мне очень понравилось, да. Прям лёгко такой, прям мягенький. Неплохо, неплохо. Если бы оно холодненькое ещё было. Прям вообще как раз. Без газиками. Без газиками. Был вообще огонь. Получается, во втором батче ребята учтут все минусы. Ну, естественно. У нас, кстати, подожди. У нас есть солод пропервуд. Нам Артём привёз. Мы сейчас хотим заполнить бочку. Да, смотрите. У нас на канале в будущем будет ролик. Вот с этим солодом мы будем из него виски делать. Да. Они у нас лежит уже... Сколько? Я не помню, сколько. Партия какая-то. Парни всегда долго разгоняются. Да, да. Долго разгоняются, но когда разгонятся, уже всё. Поезд не остановить. Поэтому скоро... А, вы знаете, что... Солодятова довезли бочку уже. Подожди, вы знаете что? Мы сейчас ждём. Тепла, чтобы на медном, большом, уличном аппарате выгнать вот этот затор. Нам надо затереться, как бы да, сбродить всё это дело. Поэтому мы не торопимся. Сейчас погода, снег сходит быстро. Мы затираем вот такой солод и делаем его на уличном аппарате, перегоняем. Ну да. Поэтому скоро увидите серию. Скоро увидите, да. Всё, спасибо большое. Рад вас видеть. Всё. Давай. Панкеты. Подошли на стенд Анатолия. Добрый день. Расскажи, что тебе представлено. У меня... Мы с тобой разговаривали на Ален Гранд стакане. Вот. То есть ты там был? Там какие-то места что-нибудь занимал, не занимал? Третье место торфяной виски. Торфяной, да? Да. Пробовали. Пробовали, да? Да. А я ещё раз попробую. Можно? Да, нет проблем. Мне прям щутка. Всё, всё, хватит. В основном специализируюсь на виски, потому что виски видов тьма. Лёгко торфяной, Педро Хименес, Ала Росса, Амальтильяда, Руби Порт Вайд. Как ты сказал, Педро... Педро Хименес. Педро Хименес. Да. Амальтиса, потом Блэнд из нескольких бочек, Маскотель. Поэтому в основном... Чисто и без кори, да? Ну, самый душевный напиток. В него больше всего души вкладывают. Слушай, такие слова называешь. А бочки у кого берёшь? Вот про Перууд или нет? Артёмовские есть бочки и две бочки Скайвар, Космогон. Космогон? Ну, правильные бочки. Ну да, правильные. Да. Евгений. Давай что-нибудь попробуем. того что не пробовали вот этот вот на ленград стакане того что не пробовали белому что я вот ром че ром че ром че вот дымность она все равно как обычно бинты немного дает но у меня я не люблю сильно дымный поэтому для меня он сильный а так он не концентрированный ну то есть как бы нет каких-то конкретных шпал резины вот это вот кожи и всего у меня больше наверно если чуть погреешь больше чувствуются орехи какие-то такой как конкретной резины как таковой резины нету это бочка маскатель артемовская сороковка три года но 2 и 6 выдержки погребный анатолий у тебя какая-то ну винокурни или ты квартире гонишь ну примерно помещение как у вас может чуть побольше как ваша винокурни да ну не вагончик пристройка гаражу я сделал себе котел 300 литров пвк nord stream медный но на нем и затираюсь на нем и гоню пвк да ну шлема только стоят мак макску курсовские отводы холодильники там и все остальное но целиком полностью медь на самом деле для участка за то есть 300 литров мне кажется оптимал а электричеством да у тебя подогревом там кава 12 небось за этом один тен на 9 другой на 6 если на разогреве на разгон я включаю 9 и тройку подключаю двушку от 6 подключаю вот основной погонах где-то идет на шести так как в помещении и снова из на улице когда еще строился на улице конечно давал больше мощи у тебя вообще так вот если как бы такой классический такой участке такое здесь смесь 50 на 50 меда и сырца он пахнет такой сладенько фруктовый аромат у него у него такой аромат еще чуть ближе к ванильке потому что бочка бурбоновая 200 литров после первого но первый слив грубо говоря и сразу залил то есть они не виски ничего сразу ром залил не туда ешь не туда ешь не туда ешь аромат прям вот ну реально такой хороший то есть прям он такой нежный прям не на вообще не напрягает но в нос не ударяет ничего он бочковой крепости 55 заливал 63 с половиной сейчас 55 ну то есть как бы ничего не не повел здесь тоже бочковая карабахский тридцатка это алексей дэст стил продавал когда-то еще давно вот здесь вся три с половиной залито сейчас 53 ну то есть как бы я не стал издеваться над мопит напитком и бодяжку с они и так хорошие но если кто-то захочет меньше можно воды как говорится воды всегда можно добавить виски а вернуть то что в бочке ну к сожалению уже да есть изюмность сладкость это все маскатель потому что он довольно таки сильно сладкий херес поэтому он такой но ром еще чуть-чуть островатый потому что он два года чуть-чуть островатый да он потому что он всего два года в 200 литровой бочки по-хорошему ему еще стоять но как ну выставить выставил ну то есть как бы но основная масса еще в бочке конечно стоит сейчас начальную стадию прошел нормально вроде а потом прям да 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 по-другому стартап пошел да 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 еще стоять ему еще стоять сказать какой он с винграда стоит с винграда какой-то парк бочек вообще сколько у тебя там чего вы хотите вам фотки покажу вот я вот вчера фотографировал нам вот интересно вот это сотки это барики каскноле новое маскатель вот кстати карабахская одна из сверху мелкие стоят потом потом они вот коскнули это погреб погребная выдержка да то есть летом максималка 14 градусов зимой вот сейчас минималка была в районе 67 градусов это родители прокопали у них там картошка с оленей были но ну да да я по-нормальному это вот это все шестьдесятки здесь тридцатки сороковки внизу вот сотка полтинник ну и последнее это вот это артемовский амальтильада руби порт маскатель паджарета это педро химена с 250 литров и 22 американцы еще еще стоят и это еще не все еще стоит на там где я перегоняю в помещении еще раз два три четыре пять шесть еще шесть двухсоток но 200 плюс это сколько вообще общий объем спиртов не прикидывал правильно не надо сейчас у тебя подведет под статью я я тебе предлагаю у нас тоже есть же погреб у него никого еще есть как бы в погребе еще стоят пустые когда кота за 18 тысяч рублей покупал американцы это много времени надо на самом деле ты походу хорошо потрудился сколько у тебя времени заняло все это заполнить до долго до сих пор заполняешь горю стоят еще пустые 200 ки там три будут три двухсотки стоят пустые в погребе вот но грубо говоря один приезд на дачу это 33 затора по 75 кило солода ну вот и считаете по факту примерно вместе с хвостами от прошлого погоны это 60 65 литров спирта для бочки ты заметил ты приезд на дачу считаешь в бочках а мы считаем а мы считаем их приезд на дачу 2 по 05 надо короче на дачу съездить я как таковой особо не употребляю я особо не употребляю у тебя есть какая-то уже методика выработанная да вот мне по виски вообще мне кажется если честно ты чего-нибудь сегодня займешь если честно я так думаю главное чтобы так и случилось как вы сказали вот атака 75 килограммов солода это примерно 320 литров браги уже с фильтрационными там и так далее да брожение брожение три дня но 72 часа но иногда 72 приходится на ночь ну соответственно он на утро начинаю начинаю перегонять долго ты не держишь да то есть типа знаешь как поставил антис бродила забил да через недельку вернулся начал перегонять от браги до конечного перегона третьей партии занимает шесть дней я приехал первый день там первый затор на следующий день второй затор на третий день третий затор и конца один день перегнал с прошлого раза то что было и и вот три подряд перегона по 300 литров и все гонишь получается прямотоком да конечно хвосты ты ректифицируешь или что с ним происходит головы в канистру на колонну головы это примерно в районе ну плюс минус 7 процентов от аэса вот хвосты следующий погон спирт с головы добавляешь нет нет головы потом перегоняю на колонне ну и потом всякие для бать мам там настойки клюковки на вишни там на лимончелло и все да у меня чисто не получается из-за потолка у меня получается 95 и 9 ну спирт высоты не хватает в потолок уперся уже и все дофига не знаю у меня меня просто колонна трехдюймовая но у меня не не селиваненко у меня у меня есть части селиваненко часть еще чего-то там другого да и автоматика вообще заказано там короче с отбором одновременным и голов и хвостов и тело и хвостов одновременно три там капают в разные емкости и так далее вопрос сколько ты потратил на свое хобби жена будет смотреть не скажу байки разбивается жена никогда не знает сколько стоит мотоцикл вот и продаются копейки но если считать по нынешним ценам потому что я все покупал еще до подорожания металла строительные материалы дорожали и так далее до коронавируса вот то если пересчитывать на нынешние деньги но больше уже миллиона больше миллиона лучше ну конечно пвк пвк медный нордстим на 300 литров насколько на сайте мы 300 с копейками ну считайте шлем а шлема у меня макс купрумовский отвод макс купрумовский холодильник макс купрумовский потом медный кожухотрубный окисляется то есть но ты его чистишь постоянно как тебе происходит промываю горячей водой все да ну как правило вот эти окислы идут в конце погона в самом и когда это все идет хвосты ну бывает чуть голубая вот эта вот штучка готовишь перед перегоном нет нет медь готовлю только когда меняю сырье допустим кальвадос надо отогнать я взял пвк загнал воды закинул туда немножко лимонки немножко да и прогнал насосом через холодильник через шлем по кругу да все прогнал там поработала мешалка слил промыл водой и все когда виски что ли рожь то ли такое нет я не трогаю как бы если что от борды от всего остальное омываю горячей водой и в принципе все можно погонять она это слишком чистая будет медь поэтому я нет не очень но он такой острый становится но попробуйте как-то вот там 10 погонов совершить вот на ним и ним не помыв и попробуйте 10 погонов совершить когда каждый раз моете и сравните спирт и тот будет чуть-чуть острее но порезче чуть-чуть да то есть здесь у него слишком большой ну слишком большой контакт с медиа здесь образуется пленка на медиа она все-таки до его работает вот но короче у тебя вот такие движухи идут ты как часто бухаешь практически не пью вообще практически да то есть чисто просто как обе всем пригубить и так далее ну вот в рамках дегустации там на губок и все а так нет не употребляю даже на новый год бокал шампанского только выпил и все так интересно почему почему да почему да почему не употребляешь просто есть а в чем кайф вот у меня есть цель да сделать высот делать высококлассный продукт первое второе это хобби время физкультура потому что по потаскайте мешки допустим последнее то что я за закупался там тонна солода первое загрузи и привези выгрузи там с одного места помоли закинь в пвк там и так далее то есть физическая нагрузка удовольствие время хобби и удовольствие от людей которые пробуют и нравится ну то есть смотри ты сделал такой прекрасный продукт ну как бы мне насладиться одним глотком из полюбому не обделаешь кто-то я кто-то и ящиком не отделывается так у меня на столе всегда стоит бутылка и так гости приезжают на на дачу и для них растирается погреб и как бы все она людей там бывает нормально и у нас unlimited то есть ну ты можешь чего хочешь употреблять сколько хочешь у человека тоже получает довольствие потому что он дарит просто это чуть-чуть странно мы тебя не заставляем пить не переубеждаем чрезмерное употребление вредно на здоровье знаешь как это звучит мое хобби это красивые женщины я с ними гуляю хожу в ресторан танцую но спать мы с ними в одну кровать не ложимся у меня у меня очень большой бар оберфрау глинфидики оберлау и так далее то есть там талискеры я изучаю нюхаю ароматы у меня книга парфюмерная французская про про женщин помню как мне книга ты сейчас помню кого-то про женщин у меня книга французская для сделано для специальных изучения виски с ароматами как что в виске пахнет то есть там такая парфюмная табличка у меня все это есть и там в горе я это изучаю я в это погружаюсь процессы и так далее как это происходит но это ну хобби не за кто-то модельки собирает кто-то еще что-то делает не знаю кто-то марки собирает монеты хорош тебя хобби слушай мы много говорим мы попробуем все по одному образца давай давай еще потому хотя бы попробуем так власти а виски у тебя из ржи есть рожь только начинаю заполнять только работать начинаю с ней я начинал с солода поэтому пока еще ржи у меня нет я понял какой посоветишь виски тогда я попробую ну тебе посоветую маскатель давай нет ты не попробовал попробую сейчас дожди все давай а у тебя торф был я мыл там просто капелька воды осталось я думаю что вот с каким-то напитком ты сегодня пройдешь потому что вот я тебе дам вот этот вот он поинтереснее чуть-чуть но он посвежее полегче хотя крепость 48 но он это руби порт вайн португальская бочка артемовская тоже выдержка выдержка 2 и 4 года и в ней еще солод крисп дистиллинг не торфяной а обычный остатки был и роскоши а и кстати маскатель тоже маскатель и руби порт были залиты практически одинаково и по времени солод одинаковый крисп дистиллинг вот это что мне налил то было мне поинтереснее вот честно скажу каскнули два года подряд лучшая бандарня мира а я как адвокат ничё очень хорошо грибковатый но не очень хорошо это бочковая 55 маскатель и руби порт он полегче потому что 49 48 есть 42 я объясню это это одна бочка 240 литров французский дуб фанагорийская переобожженная стр все яблоки которые соседи есть не с неизвестными сортами все все и у меня все залетает поэтому какие сорта и так далее меня спрашивают я еще какие-то там я да я в этих сортах не разбираюсь а этот а это кальвадос это просто смесь там партизан а лари и карабахский дуб у него в нем больше дуба я не знаю что это 48 градусов на самом деле очень мягкий прям нежный прям обалдеть свежий кальвадос а теперь можно сравнить с вот этим кальвадосом он немножко другой а можно мне кальвадос который пил он а ему кальвадос который он не пил отлично конечно мне тоже так кальвадос объясните раз пошло дело на кальвадосе не в нем спиртуозность не чувствуется немножко другое в нем больше больше дуба у него такие коньячные больше объем бочек во первых здесь 240 здесь двадцатки тридцать у меня кастуза рама больше больше дуба меньше яблока здесь больше яблока больше свежести но меньше дуба ну то есть как бы здесь на любителя мне показалось что-то романик понежнее понежнее товарища нету один может один может выпить сказать фу говно ты мне налила другой сказать я лучше и не пил блин да поэтому это все чисто вкусовые рецепторы здесь дуба больше да то есть мне вот старался но все-таки по вкусу по по ароматам это все-таки нежней жень правильно ты сказал то что за заметил да то что он там аромат не как могут раскрываем из раскрываемся как она больше ощущается между чем просто тот чуть-чуть и да я же он тоже кальвадос но он просто чуть другой ну как бы они другие ну что попробуем много образцов спасибо большое качество для продукта спасибо нам понравилось подошли на стол к сергею представьте пожалуйста сергей нижний новгород свс дистиллери чем угощаешь угощаю представлены два фруктовых дистиллята это яблочный и виноградный а также два зерновых это корн кукуруза и греча ну и также напиток ликерный черри бом вишневый с черешной выдержанный я хочу попробовать гречку потому что у нас лежит гречка от селосятого полтонна лежит гречки мы рекомендуем будем гречку делать надо пристреляться гречка выдержанная соответственно да 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 есть клевадос рекомендует я уже буду не так понял да я еще виноградный редкий пробовал у тебя классика вот здесь прям огонь аромат гречка гречка тоже прям чувствуется в аромате очень хорошо максимальчик гречка гречка а сколько дистиллят стоял бочки дистилляту феврале исполнилось три года три года но здесь купаж двух бочек одна бочка 30 литров другая бочка 40 литров дистилляты разные то есть в одном выгнан на колонне другой прямоток здесь вы вас представлена да здесь купаж двух бочек да попробуем дженёк гречки интересная тема прям как гречневая кашка такая кальвадос очень хорошо нет слов понравился но у него серьезный строк 만 upon aromals и гречка проявляется ада да да aromals кстати выигрывает разговор ремонт разрешен я в аромате и почувствовала та huge leo прямо вeme я просто вообще не рассказал я в аромат я почувствовал fiction но почувствовала по скаф comforting опять же гарри valu все и выпил ноги еще предстоит Я предлагаю эту тему Мы выпили сегодня много Да, 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 согласен Вы не могли бы рассказать, как гречку гнали? Я же говорю, то есть Гречку гнал на прямотоке На меди Нет, давайте сбраживали Сбраживали ферментами На винных дрожжах То есть Это винные дрожжи, то есть вот эти не используют? Нет, нет, никаких котей То есть это длительное брожение было порядка Трех недель Потом перегон прямотоком И часть была перегонна на тарелку То есть изначально Изначально задумка была Выпустить прозрачный напиток Но потом постоял Мне что-то не понравилось, я его отправил в бочку Половину разделили Для того, чтобы аромат остался? Зачем сделали? Я объясню Изначально было в бочке, которая 30 литров Была выдержка в ней По отзывам не хватало Именно гречневой составляющей То есть аромата и вкуса Поэтому я вынужден был добавить туда примоток Да, да, да Вот здесь примерно Ну поровну получается То есть 30 литров это колонна И 40 литров это получается примоток Поэтому сейчас примоток стал превалировать И вот получается, что в аромате и вкусе Ее больше стала эта греча Ну на самом деле хорошо, что примоток добавили Потому что ну уже явно такая гречка хорошая То есть очень вкусно Да, я думаю, что 30 литров не хватало То есть он говорили, что слишком чисто для гречи Поэтому не все узнавали И тем более после больше Ну да, да А сейчас вот вы сами очевидцы все узнаете Я хочу колевадос попробовать Уж очень он ароматный Жень, Жень, Жень Реально вкусный Очень вкусный, реально колевадос получился Ты микрофон не съешь? Да, да, попробуем Не, ребят, очень вкусный, реально Все хватит А ты что еще будешь пробовать? Я... У вас яблочко прямо огонь Ну слушай А что за яблочки? Что происходило? Как делали? Ну это яблочки Яблоки своего огорода У меня как бы в пригороде В деревне остались яблони От бабушки с дедушкой Ну там порядка 20 яблонь 20 яблок там нормально Да, да, да То есть это классические яблони большие То есть им лет по 20, по 30 уже Ну вот яблоки с них в основном были Там 4-5 сортов Ну потом еще добавлялся А делали именно сок или прям красный схем? Нет, никаких красных схем Только сок Сок, да? Сок, длительное брожение При низких температурах Где-то 7-8 месяцев Потом перегон 7-8 месяцев бродило? Да, как же? Блин, вообще интересно Можно Александру Грабу? Яблоко прям... Не, я тоже, я Грабу тоже попробую на самом деле Яблоко мне отдает? Нет, нет, нет Яблоко мне отдает Хороший аромат такой прям... Яблоко мне отдает Нет, у меня прям... Яблоко вот здесь вот, да В Калибадосе прям... Там яблоко душистое Такого яблока... Такого яблока не везде Во-первых, аромат Такого яблока не везде увидишь просто Хороший аромат Да, очень хорошо Ну я не знаю Вот второй аромат пробую У вас аромат Почему-то выигрывает на вкус То есть меньше вкуса Да, ароматы прям, ну, яркие прям Ну я могу... Почему? Я думаю, что это из-за того, что Применял с низкотемпературной перегонкой А, ну, ну, грубо говоря Как-то делаем влаги, да? Нет, 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 нет Брожение? Не, не брожение А, если не брожение? Перегон Вакуум, что ли? А, вакуум, я понял Поэтому аромат, он более... Скажем, четкий В вакууме всегда вот прям такие свежие Ну, прям такие свежие А там просто то, что есть, он и передает Ну да, да, да Я просто не знал, что Я думал, что у вас обычная классическая Ну, классическая перегонка Я и классический, и вакуумный использую Ага То есть вакуум в основном на фруктах А классический, это уже зерновые Ага Давайте еще виски попробуем Виски, если можно Чистый, да? Да, да Я пока тормоздусь Я тоже пока тормоздусь Давай Это, ну, классический Аромат приятный Аромат очень хороший Ты будешь что-нибудь, Сань? Я пусану Попробуй Попробуй, Сань Это значит, что это дистиллят из вишни, из черешни Выдержанные в очке из-под бурбунцевой Сумейте его уговаривать Золотые слова, Александр Все Сумейте его уговаривать О, вишенка, вишенка Нет, аромат, аромат прям очень интересный Я вот даже не понимаю Вкус тоже интересный Это 100% кукуруза Ну, прям она сладость, прям в аромате чувствуется Кукурузные палочки, если в детстве Да, кстати, да, сладость, да Сладость, да, сладость Я прям... Сколько? 40 Он заходит, как лимонад А цвет такой? А потому что это бочка из-под бургундского вина Барик Барик, да Сейчас же вообще вишни разбирается Вот здесь во вкусе прям реально, вот как кукурузная палочка Вы мне сказали, как кукурузная палочка, да? Я просто не понимаю, что... Ну, не могу это ассоциации подобрать И прям, ну... Ну, как будто открыл коробку И вот аромат идет из нее Блин, вообще, вот это бомба А как вы это сделали? Ну, это жареная кукуруза Сброжена... Порско-мель? Да, да, да Сброжена по красной схеме Полностью жареная? 100%? 100% Ферменты, дрожжи, хлеб пекарный Все по красной схеме Ну, два перегона классических Примоток? Примоток Чисто примоток Медь, не медь? Медь, да? Блин, вот это... Вот это бомба Нет, вот именно вот эта кукурузная штука Она бомбическая Вишня тоже обалденная Она прям вкус вишни Я тебе сказал... Прям... Блин, сейчас... Попробуй Я все три попил Виноград, вишня, яблоко Все обалденно вкусные Мне кажется, это какая-то смесь Типаратафии с чем-то Но это не ратафия вообще Как компот пьет запрос С него накачаешься бомбарок Да, бомежно Она такая терпкость, терпкость есть такая Прям хорошо Ну, согласись, она как будто ратафия Но это не ратафия Да, да, да Но сделаем... Потому что вино добавилось туда И, ну, и получается Какой-то непонятный Кислинка какая-то, сладость Но аромат все равно Сохранился то, что вишневый Но очень интересно Мне вот из ваших напитков Больше всего вот эта вот Кукуруза понравилась Просто улет Вот эта вот палочка Вот эта вот кукурузная Ты еще я только не пробовал Я упробовал вообще-то Вот кукурузная палочка Мне прям вообще зашла, вот честно Если будет возможность у кого-то, да Сделать из жареной кукурузы 100% запись Мы... Засыпь Мы в прошлый раз побоялись Полностью делать Мы делали 50 на 50 Но получается вот эффект Вот здесь пробуешь Прям офигенский Я объясню, почему Возможно, многие делают ошибку У них нет кукурузы в аромате вкуса Потому что некоторые считают Что осахаривать ферментами Это, ну, не кошерно там Или еще как Зашквар Да, зашквар Но получается в какой момент Если мы осахариваем солодом Солод тоже имеет аромат И он убивает эту кукурузу Поэтому становится напиток непонятный То ли кукуруза, то ли солод, то ли что-то непонятное Здесь ярко, все четко Кукурузу жарен Мне вот больше всего понравилась кукуруза Прям бомба, честно Ну и вот этот ликерчик хороший Спасибо большое Спасибо Хороший нашел Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Меня зовут Николай Николай Очень приятно познакомиться Расскажите о себе Как вы решили выставиться? Что привезли? Что у вас за винокурня? Где работаете? В домашних условиях? Свой дом? Квартира-студия? Бэнхаус? Я с Рязанской области Город Рыбное Винокурня Ник Дистиллери Ник Дистиллери Ник Дистиллери Так скромно Николай Ник Дистиллери Частный дом Вы уже где-то выставлялись? Знак качества последний Знак качества, да Бочка для меня дебют Мы поняли На знаки качества участвовали? Есть ли? Ну и знавали образцы? Да, знавали Взяли что-нибудь или пока нет еще? Третье место Третье место? Ну вот Поздравляем вас Там было очень много участников Поэтому третье место Поздравляем реально Но не по выдержанным, правда Не по выдержанным Ну ничего страшного Ну да Что попробуем Что-нибудь Так, я привез Бочковой крепости виски Три года плюс Трехкратной перегонки виноград Трехкратной перегонки яблока Я думаю попробуем все Потому что процентов немного Мы как раз все попробуем Давайте начнем с винограда Поддержим Поддержим? Там прям по чуть-чуть Все, хватит Женек, Женек Вот твой А, ну А где ты мой схватил? Ты не знаю У меня сразу вопрос назревает Почему трехкратная перегонка? Промежуточный в кубе, чтобы оставить А, ну Как бы укрепляющий И на короткую выдержку Да, полтора года здесь А что за бочки, объем, производитель? Кавказ 30 Кавказ 30 Что пробуем? Ну, кухтовый аромат Да, кухтовый аромат Ну, собственно, виноград Он просто кухтовый аромат Виноград Виноград Как прав Неплохо Прям мягко ложится На яйке Не-не, хорошо, хорошо Ну, сейчас, секунду Дайте мы прополощем Кавказ на фруктах В принципе, более-менее работает На самом деле А заливали С какой крепостью? 63 63, да? Пятая заливка 40 40 разбавлен Да Конечно, можно Нужно? Яблочко пробуем? Да Давайте Яблоко Господи Я, наверное, полюблю эти яблоки Слой-то больше всего Да А, все понятно Но аромат Яблоко Несильный, конечно Несильный? О, да Нет, там поясший Дома На крыкующем столе Было поясший Ну, что скажешь? У вас так все чистенько Вы на колонне гоните? Или прямоток? Примоток Примоток, да? Трехкратный перегон Вот трехкратный, конечно, это Аромат, вот и вкус Может быть, я не знаю Чуть-чуть это Резает? Ну, режет немного Мне так кажется, я не знаю Это не на комиссию, не на призы Обычно, да, на комиссию, когда нужно яркое что-то, чтобы оно прям такое А здесь так неплохо, как бы, да, чистенько Хороший напиток Да, да, да И, ну, нотки, вот, нотки есть, конечно, но, блин, я поярче, вот честно, мне поярче надо Что еще попробуем Не определю Не определю, честно говоря, не определю яблоко Слишком чисто Не, ну а так Так, это что? Это двухкратный перегон Три бочки Разные Бочковой крепости Ты скачивал? Да Прям Схема какая? Белая, красная? Белая Белая? Опа Три года плюс выдержка А бочка какая еще раз? Бочки три разных Не, а бочка объем? 25, 20 и 30 С 75 литров Нью-Мейка 15 ангелы съели за три года Сколько? 15 Слушай, аромат приятный По аромату прям обалдеть Вкусняшка Теперь по вкусу Хорошенький Добротный, добротный, добротный виски Да, добротный виски Процент алкоголя 56,4 О, ничуть Выдержка дала о себе Да, нет, нет Вот честно скажу, что из всех напитков у вас рискачивает очень хороший Виски, прям Добротный, прям Да Яблоко проигрывает немного и во вкусу, в аромате Виноград, мне кажется, даже вот По моему мнению, получше яблоко, честно скажу А какой виноград, кстати, использовался? Там четыре сорта Молдова, Изабелла, Каберне и Саперави Мой прям этот, как бы фаворит, да, вискач Вискач у вас прям топчик, да Очень хорошо получается То есть, потому что ароматки не хватает, а виски как бы... А виски как делает? Два перегона, три? Два Два перегона Примоток? Примоток Ему бочка дала профиль медовый Бочка после медовухи В ней ставленная медовуха стояла больше года А аппарат у вас медный, не медный? Верх медь, вниз медь Охладили медь Тоже медь, да Ну, получается, основная паровая зона, все медная, да? Ясно Все, спасибо большое, очень вкусно Спасибо, Николай Три напитка, ну ничего Удачи вам Ну, виски хорош, хорош Здравствуйте Евгений Дмитрий Чуканов Дистиллерия Александр Да, знакомый Дистиллерия 42К Московской области А на бочке два мне были? Был А, мы к вам подходили И на три Два Нет, у нас не было А, у нас не было Просто мы уже два года прошло, мы уже Людей много, мы забываем на ногах, а мы подходили Да, 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 да Расскажите, пожалуйста, что в этом году привезли? Ну, собственно говоря, я занимаюсь только виски, поэтому виски в разных вариантах Вот Немножечко у меня ром есть еще присутствует, есть бурбончик А так все вокруг виски Копченый, не копченый, классический, не классический Давайте классический попробуем Давайте, это классический виски Не, дай, пожалуйста Сейчас Ну, так как виски делается весь совершенно одинаково, вся игрушка идет только с бочками Прям чуть-чуть А сколько грамм? 46 Это было в рефильной бочке выдержано, а потом в хересованной бочке еще годик додерживалось, финишировалось Вот, собственно, три года Сначала в бурбонной бочке рефильной, которая уже эксплуатировалась до этого, то есть старая Вот, а потом, чтобы добиться, ну, как бы, более яркого аромата, вот, использовалась хересованная бочка кавказская Ну, тоже старая, но она была хересована, если здесь не ошибаюсь, по-моему, Педер Хименос, то есть хороший, классический херес Вот, и, в общем, собственно говоря, за счет этого и получается весь процесс Вот Нью-Мейк везде одинаковый На всех образцах, то есть дальше все уже Хороший виски У нас прям классический, прям классика Прям классика и классика Обалденный, обалденный не сказать Обалденный Вот на третьей бочке не были, это победитель третьей бочки Давайте попробуем Да, можно тоже попробовать Меня интересует, как вы делаете Нью-Мейк, прямо вот от самого начала до залития бочки Если это не секрет Да нет, конечно, не секрет У меня обычный варочник, трехсотлитровый Вот Собственно говоря, однопосудный Длинный, длинный, да? Ну, ВК, правильно? Ну, да, да, да Вот, с обвязкой, со всеми делами, с насосом и так далее Вот Затираюсь по классической схеме То есть Использую две воды только То есть третью воду не использую Солод какой? Пилснер? Солод Пилснер, да Пилснер, но я всегда на 60 килограмм солода Добавляю обычно 2 килограмма еще жонки какой-нибудь Просто для придания пикантности Нью-Мейку Вот То есть 2 килограмма жонки и 60 килограмм обычного белого солода Затираюсь по белой схеме Обычно одна промывочная вода Вот Ну, промывочная не как у вас пивников, которые льется, да? А там надо, соответственно, разбалтывать промывочную воду Ну, я понял, да, да Вот Но только две воды Побойте с коробой Да, да, да Просто размешивать мешалку Да, 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 да Вот Притом такой секрет интересный, чтобы размешаться после того, как мы один раз слили Воду надо подавать не сверху, а снизу То есть, когда под сито подаешь, она всплывает, эта штука И мешалка Не мешалка может размешать, да Вот Сбраживаю, соответственно Дрожжи Раньше пользовался Маури Теперь, к сожалению, с этим сложно Поэтому перешел обратно на Ферментис М1 Вот Ну, тоже классические зерновые дрожжи Сбраживание быстрое Трое суток Вот Конечная плотность какая? Ноль Конечно, да У меня стандарты 17-18 А паузы, паузы температурные какие? 65-72, все А вода, водоподготовка есть какая-то или просто обычная? Нет, обычная Обычная вода Для этого не требуется водоподготовка Просто, смотрите, как я понимаю, дрожжи М1, они М1 же, да? Да Ну, скорее всего, там с добавкой ферментов Потому что в любом случае Несбраживаемые сахара, да То есть, они остаются У меня и на Маури уходило Ну, пинекл, который Уходил в ноль всегда Этот зерновой затор, он нормально в ноль уходит Скорее всего, там просто ферменты все-таки добавлены в дрожжах И добавка Ну, может быть Я стараюсь не вылезать сильно То есть, 62-63, но не больше 63 То есть, первичная А 62-63, дальше? А дальше 72, и все, на 72 начинаю фильтроваться А, то есть, на 78 вы уходите Нет, а мне смысл Получается, оставляете ферменты, да? То есть, ну, работающими, да? Оставляете рабочих ферментов Вот, это нормально, абсолютно То есть, 72, при том, я поднимаю до 72 Даже не столько для того, чтобы что-то убить Просто фильтрация лучше проходит при подъеме И я жестко не выдерживаю Я жестко выдерживаю только первую паузу То есть, чтобы, главное, не подняться То есть, я начинаю с 55 То есть, беру воду 55 Вот, все пошло спокойно до 62-63 Но не больше 63 То есть, и тогда, иначе, несбраживаемые начинают появляться Вот, дальше довожу до 72, там, 75 Ну, там, как выйдет Вот, и фильтруюсь Потом заливаю опять 60-градусную воду Опять довожу до тех же 72, и вторая вода проходит Вот, чтобы лучше все вышло Там дальше третья можно делать? Ну, я третью не делаю, да, потому что Там совсем мало, скорее Да, там 5-6, получается, по Бриксу Вот, ладно Сбродились, быстро получили Потом в том же самом заторнике, в котором я делаю затор Я в нем же делаю первый перегон, то есть, ваш тел Вот, перегоняю на 300-литровике, делаю срез Вот, дальше потом медный аламбик 100-литровый В нем делаю... Примоток Да? Ну, прямоток, естественно Да, 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 все прямоток Соответственно, хвосты, головы каждый раз заливаются в следующую погону Ну, получается, как это, блин? Ну, цикличность, да? Да, 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 да А хвосты, хвосты, головы на колонии ничего не перегоняете, на спирт нет? Нет, нет В следующий перегон добавляете, добавляете, добавляете Да, да, иногда бывает, когда уж очень сильный ацетон Там 30-50 грамм, нет, 100-150 грамм выбрасываю Да, 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 когда уже просто набирается немножко А скажите, как перегон идет? Вот, то есть, ну, начинается у вас, соответственно, идут головы, да? Как отбираете покапельно, струечно, как там? И, ну, до какого процента опускаетесь? Значит, струя небольшая, я пробовал, ну, как, я все процессы пытаюсь брать, ну, смотреть, как у старших товарищей делается Вот, на винокурнях обычно головы отбирают на той же скорости, что и тело И тело, да, я пробовал так делать, очень много уходит, то есть, слишком большой процент на головы, да Вот, поэтому я отбираю, то есть, капельно-струйно, то, что называется, когда струя, переходящая в капли, и капли, переходящие в струю Спичку, да? Да, 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 вот, то есть, на четверть мощности от обычной, у меня 6 киловатт, вот, то есть, соответственно... Ну, да, мы говорим сейчас уже про спирит стил, если, вот, в ПВК у меня тоже 6 киловатт, это мало, да Но у меня просто больше не позволяет подключение А, когда я на 100-литровом аламбике гоню, вот, у меня как раз тоже ровно те же 6 киловатт, вот А на полутора киловаттах я гоню головы, вот, дальше потом поднимаю до 3 киловатт и гоню пока, ну, то есть, головы когда отобрал Раньше делал органолептические, сейчас уже у меня четко совершенно с моих этих 100 литров, получается... Прежите, как надо, да, то есть, сразу уже знаете, когда надо отсечь, да, и все Ну, так как уже повторил все много-много раз, то уже известно, что у меня 5 литров набирается голов, все, этого достаточно Да, я перевожу на тело, поднимаю мощность до максимума, вот, гоню тело, гоню до 60 в струе, то есть, как 60 в струе, я... Ну, там два бывают варианта, если мне по каким-то причинам надо чуть-чуть побольше Нью-Мейка, я мощность половинку ставлю, то есть, 6 киловатт на 3 Еще чуть-чуть догоняю, если не надо, то я продолжаю на той же мощности, выгоняю хвосты, в следующей погоне они все равно пойдут так же Вот, так что вот, процесс очень простой, и главное, что я уже за последние 3 года, я ничего в нем не меняю То есть, он идет стабильно, одинаково, всегда все То есть, я бывает играюсь там с бурбоном, там еще с чем-то, но виски я всегда делаю одинаково, дальше вся остальная игра, только бочки Ну, судя по тому, что мы пробуем, у вас все прямо очень хорошо, если честно Я просто шел до вот этого техники, все, дальше я понял, в процессе перегона, брожения и прочего, ничего менять не надо, там все уже хорошо А бочки какие? Бочки какие? Сколько бочек? Бочек у меня сейчас где-то около 40, все разные То есть, я брал и у Пропер Вудов, и у Урбар, или там, и Грик Бар, или Майкоп неизвестный, у Слосятого только не брал, не знаю почему Вот, ни разу не брал у Слосятого, но так получилось Вот У него тяжело бочку купить, мы знаем Я тоже слышал про эту штуку, да, я обычно покупаю, заказываю в интернете, мне ее привозят А у Слосятого, я так понимаю, там более сложный квест Какая бочка больше всего вам нравится на ваш вкус? Самая лучшая бочка, это, собственно говоря, вот этот, который стоял там изначально, это Skyward History из-под Бурбона Давайте попробуем Про бочки? А, вы уже пробовали, да, это про бочки Давайте попробуем сейчас? Да, вот А, подождите, мы только что пробовали Только что пробовали, да А вы раздешевали, вот этот, который победил? Нет, этот, этот я не помню, этот, по-моему, не пробовали Вот Вы, по-моему, оба пробовали, и оба сказали неплохие Ладно, давайте, тогда Ром попробуем Да, давайте Ромчик Да У меня стандартный искать прям, я не знаю Ромчик, это индийский тростяковый сахар О, это, да У Шатокина? У Шатокина, да Да, и подарочная бочка Подарочная Я тоже попробую его Кстати, я не знаю, чего мне налили, вот из какой бочки Шоколадка, шоколадка очень хорошо прям чувствуется, шоколадка Ну да, это вот этот, скорее всего Да? Да, потому что это Петр Хименос, по-моему Шоколад прям Да, этот догонялся Сань, дай, пожалуйста, мне этот А Ромик мне на каком-то этом, на знаке качества презентовали бочку из французского дуба Бискарь туда нельзя, да Вот я, соответственно, сделал Ромик, и Ромик туда залил Вот у меня получился Ромик в французской бочке Мне показалось, он чуть-чуть лисковат Очень часто лисковат, лисковат Ну, может быть Ну, он 45 часов Он знаешь, что, он такой, ну, в бочку больше идет Вот нет вот этих Бочек французской Знаете, как, нет этих хвостов, вот этого вкуса, прямо, знаете, как вот Какого-то медицинского, вот это вот все такое Да, на колонии, но он слишком чисто, вот, скорее всего, слишком чисто сделал Ты заметил, что Шоколадка, он добавил туда мед этот, тростниковый Мед, да, он подсластил его Да, 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 да А тут ничего не подсластил Да, здесь слишком чисто, мне кажется Ну, Ром, это мой непрофильный продукт, я все-таки по Вискарю больше Если у вас бомба, честно, кажется, все уже Вискарик вон Да Подожди, давай еще что-нибудь попробуем Вот эти вот, мы вот эти пробовали, Ром? Вот эти и Ром, да Ну, копченые, копченые, не знаю Копченые, бурбон А я бурбон, можно бурбон? Давай бурбончик Блин, надо сколоснуть, Сань Я не сколосну, уже, да, нет Он еще налет А, блин, я тоже бурбон буду Давай А, бурбон, кстати Бурбон Я тут же не только себя представляю, я еще Никита Перышкина представляю А, Перышкин, да? Да, он не смог сегодня Не смог он приехать Поэтому он два напитка передал, которые у него на конкурс вышли Чтобы, ну, здесь по правилам положено, что напиток должен предлагаться гостям Поэтому я его тоже Так Не вот, который с дымом С дымом С сильным дымом или слабым? С сильным С сильным Ну, давай, сильным Прям, вообще, прям Прям сильным, сильным Так Блин, ну, на самом деле, вот эта тема с торфяными вискачами Она вся прям одинаковая, в репризы всех Купил хороший солод, и все Да, и все, и все получается Потому что он забивает все остальное Да У вас бурбончик Наш бурбон, нас бурбон Российский бурбон Нежник это прям Нежный, нежный Да Это, притом, бурбон 100% кукуруза То есть никаких солода На ферментах Вот Без закисления С кукурузой, да? Да Кавказская новая бочка История Хороший, да? Кукуруз чувствуется Кукуруз, да? Вот, кстати, мы сейчас пробовали вот у человека, у него тоже кукуруза на ферментах С кукуруза на ферментах Все сравниваются сразу Я этим не горжусь, потому что я ничего здесь своего не вложил в этот напиток Я просто его не испортил Я взял обычный крист Ну, как обычный крист 100% Да, 100% засыпь Да, и все А у вас как бы винокурня, или где вы этими делами занимали? Да, у меня дача, но дача, дом частный Вы там, наверное, провонялись вообще, наверное, дымным солодом Там просто вся одежда, все про это После того, как поработаешь с этим солодом, пахнешь, как цыган из электрички Да, или как будто пожевал от проводов Да, да, да Ты что, цыганин в электричке никогда не нюхал? Нет, я их видел, но не нюхал А зря Пахнет точно так же Все, спасибо большое, благодарим вас Скорее всего, у вас какие награды есть сейчас, нет? Пока не было, но у меня стоит, выставлен, копченый-некопченый Это будет во второй серии Но две предыдущие, мне Рома сказал, что в следующий раз, если я в этот раз победю То в следующий раз он меня не пустит Потому что два предыдущие бочки я занимал первые места А, блин, ну у вас вообще очень хорошо Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста Мы первый раз, наверное, к вам подходим Я первый раз на фестивале на этом Евгений? Денис Александр Очень приятно Я ваш подписчик, поэтому Мы знакомые Но не знакомые На вашей пивоварне я был Были, да? Да Так при вас, сойдет или так себе? Сойдет Сойдет Но надо, зимой надо варить больше темного Ну да Но у нас Но у нас Но у нас Да, оно просто продается мало Поэтому у нас светлых сортов, конечно, больше А из темных у нас сейчас Последнее, что было, это молочный стаут И русский имперский стаут Имперцы проволят? Нет, у нас просто стаута не было Вот На азоте надо Дать Но у нас, кстати, азотогенераторы есть Поэтому можем Ну да Мы все могем, но скромничаем Ладно, давайте теперь про ваше поговорим Значит, я в основном занимаюсь Сидром Вот Но Иногда приходится и виски делать Народ требует Ну да Вот Соответственно, что сейчас на фестивале представляю Это Кальвадос Из двухлетней Кавказец Бочка Сколько литров Бочка? Пятьдесят Значит Бурбон Ну это не бурбон Это виски зерновой То есть бочка старая Соответственно Схема белая И Никак на бурбон он не смахивает Скорее это зерновой виски Обычный И Французская бочка Три года выдержки Крисп Плюс Симпсон Бочка была разобрана Нет Нет, не перерез Бочка 125 литров Французского производства Игуэн Моруа Игуэн Моруа Бандарня, которая делает Это одна из самых известных французских бандарин Вот И они делали сюда Три года назад Ирина привозила 125 литров бочки Мне удалось одну взять Бочку Бочку Да, я ее разобрал Обжег Собрал Сами-сами, да? Да И Залил туда Три года Да вы бондарь Да вы бондарь Да, а как же Ну, давайте Давайте что-нибудь попробуем Я хочу попробовать Если вы занимаетесь сидрами Я думаю Должен быть У вас он прям Бомбически Да, хороший Я тоже такая Не, я не сомневаюсь Что у вас другие Как бы неплохие Но мы попробуем Яблочко огонь В аромате Бомба Чувствуется сразу Блин, переливайте сильно Мы Бомба-черенок Просто льете Нам по чуть-чуть Мы и так уже В конце дегустации Уже в конце Да, да, да Мы же вот так вот начали Оттуда пошли Знаю Как раз вы будете Как говорится Не на четвереньках Вот А очень похоже Ну как Роблеты хорошие Обалденные Яблочки какие? Ой, яблоки Там все подряд Да, там где-то 10-12 видов Да, сортов Все собрано Начиная от Антоновки И кончая Китайкой Блин, много наливаете? Ну что так кунжем Она украдет А вы закусываете Вот Вот эти Это марципан Испанские Марципан на русский Это абрикосовый этот Нет, это из этих орехов Ну из косточки абрикосов Нет, это не косточки абрикосов А это из миндальных орехов А может быть я буду Ну И просто в Калининграде Марципан вот эти Нет Это не то Это испанский марципан Там Яблоки хорошие Очень вкусно Аромат хороший Аромат и вкус Они прямо Ну Вровень Вровень Идут Ничего не Обалденный А, простите Сколько грамм в вас? 43 43, да? Все хорошо Мне понравилось Мне понравилось Мне тоже понравилось Может, что Позволь вкусно Сладкие Не, не будут Не, не будут Саня Сейчас Сидор 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 Можно, конечно Он теплый Откройте Стос Службет Это да Надо открывать Ладно, не будем Тут народ Они просили только Выдержанные Отстащенные Кругаться сейчас будут Да Давайте Тогда следующее Следующее Вот Макси Я нам Женьков Разлев Макс Труфяной Да Ну, подождите Давайте его последним Он слишком Он собьет просто Стакан И все Это что? Кукуруза Это просто Виски Зерновой Я не могу Назвать Бурбоном Никак Ну, а там Сколько? 57 57? Остальное? Остальное Значит 21 Солод Осахаривали Солодом Ячменный Ячменный, да И по 11 Рож Пшеницы Солод Ага Микс такой, да? Да Ну, давайте Сдрогим Блин Я рекомендую Напиться Мы у нас цель продегустировать Повшин вылить Почему? Куда вылить? Я его случайно В него Да это ерунда Да это ерунда Такой объем Ну, давайте Не в каждом день Это с виски? Виски? Да Да Ай, мать Кто ты летишь Постоянно Приди паровозы Ну, тоже Достаточно Неплохо Меня не очень Ну, не На самом деле Такой вот Как бы Классический Такой Бескачок Легкий-легкий Легкий Именно Нет, нет, нет Я здесь С тобой Оспорю тебя Мне первый Понравился Более Он более нежнее Более мягче Ну, первый был Кальвадос Там Это львадос Зерно И фрукты Да Плюс Это у Дениса Кальвадос Это Провилированная тема Потому что человек Занимается сидрами Это прям Ну, да Денин Мне, кстати, понравилось Зря вы говорите Ну, такой Сладкий Обычный Ну, да Обычный Да Ничего там прям Ну, давай Торфяной Да И завершаем Давай Торфяной Да Травяной Травяной Да, травяной Можешь травяного Только прям немного Прямо чуть-чуть Вот здесь уже все пошло О, есть Все как надо Скирзовые сапоги Вот она, родная Я сердце Медро Медикаменты Да, нет, за вас За вашу здоровь Это ром? Нет Какой ром? Ты что, ты дымный не чувствуешь? Это дымник Нет, подожди Дымный А почему мне это чувствуется? Нет, нет, нет Он у дыма просто У дымников Медицина Здесь очень сладкий Медицина, медицина почему присутствует? Здесь сладкий вкус Винная бочка Они, вот Травяной Он немного с нотками Он у всех с нотками Да Типа вот как Миласа Дает Миласа дает Винталь Нотки бинтов Медицины И торфяной Тоже в отдалении Дает Но это дым Сань Дым, да? Это дым, да Это дым Я больше промыкнула Чуть больше промыкнула Здесь Я что присутствовал Преследовал Какую Задачу Все говорят Что нельзя Из подвинной бочки Сделать нормальные виски Попробуйте В этом В аромат У вас здесь Все хорошо С ароматом Все четко Я более того скажу Мы На Сане Белого Дня рождения Когда у него Была днюха Мы Винную бочку Залили в виски Все нормально Но только Обжигать надо Все сделал Пробуем Все по фэншую Давайте Еще раз Давайте Прям очень хорошо Все очень хорошо Ровно Все ровно Аромат Вкус Не сильно Это жгет Даже это есть Как вы называете Копченые Йод 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 Прям Йод Прям В конце Прям То есть Ты Йод Часто пьешь Я не то Что его пью Я просто Знаю его запах Просто йода Вот И Скорее Как тебе Йод Ну В принципе Он неплохой Я бы Такое употреблял В принципе Мне очень Все хорошо Спасибо тебе Все Благодарим Прошло где-то 2-3 часа Мы здесь пробыли Точно Сейчас заканчивается Первая сессия Да Тут У нас на камере Пух какой-то висит Мало ли Закрывает Начинается Сейчас вторая сессия Уже Вот люди приходят На вторую сессию Мы Уезжаем Домой Мы Обошли Почти всех Дистиллеров Накидались Так знатно Да Сань Образцов Поправили Много Хуев ты Не то слово Без мата Без мата Это у нас Экскюзиума Вот Да По-процесски Можешь Там не переведут Вот Накидались Сегодня знатно Ну кстати Напитки Проправились В общем У всех Уровень Дистиллеров Что выставлялись Да В принципе Уровень Такой хороший То есть Прямо шмурдика Поедали Где-то Проседали Люди А шмурдика Их 15 человек То есть Ну не так много На самом деле Нам все понравилось Все супер Все хорошо И смотрите еще Мы этот ролик Выкладываем на ютуб На Как оно ВК видео ВК видео На рутуб Выложить не можем Из-за того Что там мало Подписчиков Поэтому ребят Перейдите по ссылкам Подпишитесь еще В рутубе Чтобы нам Развязать там руки А то руки связаны Мы не можем Выкладывать Длинные видосы Ну да И рутуб Просто Ну просто Не-не-не Ты рутуб Не говоришь Что это плохая тема Еще что-то Рутуб нормально Но они Чуть-чуть Придушивают нас С ограничениями идут Да А мы сегодня шли Без ограничений Да Сань Ох Какие Какие напитки Саню мы сегодня Вообще не ограничили Пил он сколько хотел Практически Все Всем спасибо Всем пока Пока